Чёрное зеркало Ведущий Евгений Киселёв, мне как всегда помогает мой коллега Алексей Лехман, ну а говорить мы с вами будем, я думаю, понятно, о чём было бы странно, если бы сегодня в этой программе мы бы говорили на какую-то другую тему, нежели о событиях, которые произошли на этой неделе в Верховной Раде, когда удивительным образом сначала была поставлена на голосование резолюция об отношении к отчёту правительства, и парламент большинством голосов проголосовал за то, чтобы посчитать этот отчёт, эту проделанную работу неудовлетворительным, а потом, не досчитавшись 50, скольких голосов? 53, спасибо за уточнение, резолюция выражения недоверия правительству была провалена. Евгений, я ещё уточню, вы забыли сказать, что перед тем, как поставить неуд к обмину, парламент вначале его два часа размазывал просто в пух и прах, рвал на клочки. И устроил показательную порку, скажем так. Более того, в общем... А с этим решил наградить пряником и погладить по голове. Было ещё заявление президента, которое, в общем, большинство людей восприняли как призыв к премьеру-министру подать в отставку, но сейчас выясняется, вот сегодня премьер-министр общался с моими коллегами, ведущими разных каналов, и выяснилось, что всё было совсем не так, и что не призывал его президент уйти в отставку. Кстати... Ещё Вин Маргарет Тэтчер. А? И там была ещё заявка, что Вин Маргарет Тэтчер. Да что вы говорите? Не только, и Бальцирович. Я, извините, не могу сказать, что я, отрываясь, смотрел, да? Но, послушайте, значит, у меня простой вопрос. У меня, на самом деле, масса вопросов, я думаю, Алексея тоже. Но вот простой вопрос, что тема закрыта, премьер-министр остаётся, правительство там, я не знаю, в перезагруженном, не перезагруженном, тотально перезагруженном, не тотально перезагруженном виде остаётся или всё-таки нет? Вот, Сергей, скажите, с одной стороны, все говорят, вот есть такое правило, что раз вот он недоверие не прошёл, значит, у правительства есть время, как минимум, до окончания этой сессии. С другой стороны, ваша фракция, насколько я понимаю, выносит на обсуждение резолюцию, призывающую к отставке премьер-министра. Я не путаю ничего. Я бы, знаете, хотел сказать трошки про инше. Ну, по-перше, подчас этого голосования стало абсолютно очевидно, что никакой проевропейской коалиции в парламенте нет, что было подтверждено формальными решениями двоих фракций, которые вышли из коалиции на наступный день и через день. Это фракция Батьковщины, которая вышла, и потом за нами вышла фракция самопомощи. Сергей, а вот Форубий сегодня сказал, что коалиция живёт и победит. Вы знаете, Виктор Янукович тоже говорит, что он легитимный президент Украины. Так вот, повертаючись до ситуации, я хочу сказать, что в этот день стало очевидно, что существует какая-то другая коалиция, которая, на жаль, складывается из тотально, полностью из Народного фронта, великой частини блоку Петра Порошенко и партии регионов в разных ипостасях. Вот эта коалиция, возможно, и существует, и другие коалиции нет. Что касается премьер-министра, проблема не в премьер-министре. Проблема в том, какой курс проводил этот уряд два года, не один рік, а два года. В принципе, 247 народных депутатов чётко сказали, что это курс неправильный. После этого встает премьер-министр и говорит, что я считаю, что это курс правильный. В такой ситуации, напевно, с точки зрения европейской логики, этот премьер-министр должен был бы сам пойти в отставку и сказать, «Вибачьте, я считаю, что я делаю правильно, вы считаете, что это неправильно, поэтому до побачения». На жаль, этот премьер-министр руками, ногами, хвостом чепляется за свое кресло и рассказывает разные казачки. Но я уверен в том, что ситуация, когда 90% граждан Украины вважает этот уряд непрофессийным, неукраинским, а его политику абсолютно хибной и неправильной, то мы, как уже сегодня опозиция, должны сделать все, чтобы этот уряд полностью пішел. В тот же час, два дни нам продают ситуацию, что нибудь ничего не случилось. Нибудь ничего не случилось. Нибудь все нормально. Нибудь не случилось это гидотное голосование по вотому недовери. Нибудь не выходили две фракции из коалиции. Деякие представители говорят абсурдные вещи, что коалиция нибудь и существует. На жаль, мы сейчас должны все сказать, люди, нужно прекратить играть в иллюзии. Сергей, простите, я все-таки задал вам конкретный вопрос. Извините, ради Бога. Я понимаю, что каждый пришедший сюда имеет повестку дня и желание сделать важные политические заявления. Это не политическая заявка. Это, конечно, заявка. Все-таки, резолюцию ваша фракция зарегистрировала, призывающую к отставке? Или что тут врут мои коллеги-журналисты, которые об этом делали? Я не видел документа зарегистрированного. Такая возможность есть, согласно с пунктом 12 ст. 85 Конституции Украины. А что говорится в этом? Это один из вариантов развязания ситуации. Я не хочу сейчас в эту дискуссию идти. Потому что это дискуссия, знаете, нас сейчас затягнуть в юридическую дискуссию, в казуистику. А объяснить, кому? А объяснить, это не играет никакой роли. Этот уряд сегодня не имеет поддержки общества. Этот уряд сегодня не имеет поддержки парламента. Он погряз в коррупции. Он проводит неправильно политику. А вам возразят, что, вы знаете, правительство реформаторов, они всегда непопулярные. Их всегда не поддерживает. А скажите, какие реформы проведены? И мы тогда увидим, что это уряд реформаторов. Мы понимали, каких реформаторов это уряд, когда мы увидели, кто не голосовал за его отставку. То есть, нам рассказывает, что это уряд реформаторов и борцов с олігархами. И все абсолютно олігархичные группы парламенту не дали жодного голоса за его отставку. Им, напевно, очень страшная эта антиолігархичная борьба. Так боятся, что поддерживают этот уряд. Олеги, можно я... Пожалуйста, секундочку. Я просто взял слово, можно я скажу, вы потом скажете свою позицию. Значит, смотрите, на мой взгляд, 16 лютого в парламенте отбывался переворот. Что я имею на увазі? Те, что этот уряд неэфективный, корумпованный, мает нулевую поддержку, провели все, что можно и не можно. Это было ясно и до 16 числа. Но все-таки, как бы мне там хотелось, или нет, но это был уряд, сформованный 5 партями демократичної коалиції, которые пришли после Майдана. И они несли, так или иначе, ответственность за этот уряд. После 16 числа, когда в 4 из 5 этих фракций, большинство депутатов, правильно сказали, на жаль, не все, но большинство депутатов поддерживали отставку этого уряда и проголосовали за то, что его работа незадовольна, это уже не уряд демократичної коалиції. Больше того, самої демократичної коалиції вже немає. Это уряд олігархичної змови, это уряд оцей непублічної большинства экс-регионалів и корупционеров, которые фактически этот уряд сегодня втримали, и они фактически взяли теперь за него политичную ответственность. Это принципово другая ситуация. По сути, происходит политический реванш сегодня в Украине. Как из этой ситуации выходите? Я, вы знаете, хочу сказать одну такую парадоксальную вещь. Я завжди, выступаючи, критикую нынешний парламент. Я, напевно, вперше скажу хоть что-то позитивное про этот парламент. Бо мы были в свой час иниціаторами распуску парламенту попереднего. И все-таки я скажу, что хоть что-то позитивное в этом парламенте было. Нема фракций коммунистов, значно меньше регионалов. Зайшли много новых облич, людей из Майдана, которые, может, и пару хороших, корисных законов пролоббивали. Но этот парламент, который, в принципе, уже выполняет свою функцию выполнен. И та кризис, которая сегодня там произошла, и тот переворот, который там произошел, наочно это показывает. Этот парламент, если он дальше сохранится, принаймні в том формате, в котором есть, очевидно, что так и будет, это будет парламент олігархично-корупционной змеи. Потому что сегодня есть парламент, 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 в выхода есть два. Первый вариант. Пойти к логике Конституции, оскільки нема коалиции, включая, уже нема, очевидно, все эти маніпуляции про индивидуальное членство в коалиции, которые придумал Янукович в 2010 году, потому что он тогда с тушок робил коалицию, и мы, вы понимаете, уже вертаются его политические методы. Это будет абсолютная профанация. То есть, включился лечильник, после этого президент получает право на распуск парламенту, и, соответственно, мы идем на демократичные, легитимные, позачерговые выборы. Если этого не случится, а так очевидно, что элиты, эти элиты, эти элиты, они сегодня змовились, и, очевидно, они этот сценарий как раз не хотят проводить, то тогда, товариство, я этого не хочу, я не хочу быть сумным пророком, но когда демократичные процедуры не працют, когда происходит реванш и контрреволюция, что происходит, тогда начинает говорить улица. И чтобы этого не допустить, нужно пойти конституционными процедурами. И нет, чего бояться брать на себя ответственность. Мы не боялись в 2014 году выходить из коалиции и провокировать перевыборы. Это было тогда нужно для страны. И сейчас это нужно для страны. Иначе, это грабунок и нищение Украины будет продолжаться. Сейчас, следующему я предоставлю слово Андрею Помазанову. Но прежде, вопрос, который у нас сегодня висел весь день на нашем сайте, всё-таки. Чем закончится политический кризис? Коллеги-режиссёры, заведите, пожалуйста, на экран. Чем закончится политический кризис? Варианты ответа. Замена премьера, перевыборами Рады, массовыми протестами, той самой улицей, о которой только что говорил Андрей. Кризис не закончится. Какие варианты ответа, как вы думаете, оказались самыми популярными? Перевыборы Рады. Первый из перевыбора Рады, а другая замена премьера. Это однозначно, но мы должны понять, для чего это было сделано. Вы попали верно. Покажите, пожалуйста, ответы. Андрей, сейчас, секундочку. Перевыборы Рады, как видите, набирают больше всего голосов. Вот это самый нормальный, как выход из той кризи, какая есть. Пожалуйста, Андрей Мазанов, вам слово. Я послежу за тем, чтобы баланс был соблюдён. Я понимаю, что я буду один за всех и все на меня, я понимаю, но я хочу, чтобы... Такой расклад сейчас по парламенту. Вас там зумбуют напевно, чи что в цифрации сейчас? Все, что происходит. В парламенте все на пакете. Друзья, давайте не все сразу. Давайте не все сразу. Я прошу вас, витримку, держите витримку. Хочу пояснить. Перше, отвечаю на вопросы ваши, которые вы ставили моему коллеге. Чому, власне, сейчас кто-то пытается поставить окремую або в отставку премьера, або в отставку уряду без премьера, або просто направить его за собственным желанием в отставку. Я хочу вам сказать, что, перше, у отставку премьер-министр не піде с одной простой причины, потому что он не может сейчас кинуть страну, в которой постоянно нужна помощь армии, финансирование армии. Друге, он не может кинуть страну, Андрей, короткая ремарка. А то, что народ, который, якобы, ставится в этом премьере, не верит в это правительство, это важно или нет? Это премьер-министр может быть. Господа, уважайте коллегу, даже если вам хочется смеяться, но давайте дослушаем все-таки. Давайте просто послухаем, выскажем, и будет все нормально. Не переживайте, всем выстачит часу. Друге, премьер не может. Сейчас мы не говорим про квоты, или какие-то иммунитеты. Мы говорим про то, что парламент не смог у второго проголосовать в составе этого уряда. Чому? Он прекрасно знал каждый из парламентарей, что голосов не будет. Все хотели заниматься исключенным популізмом на фоне того, что все хотят до строковых парламентских выборов. Чому все хотят? Потому что все хотят, снова же таки, перерозподелу влади, перерозподелу грошових коштів и еще чего-то. И задовольнити свои власні потреби. Это первое. Друге, что касается коалиции. Сейчас все говорят, что нет коалиции, начался выдач. Это абсолютно брехня. Я хочу, чтобы все наши телеглядачи знали, что сейчас в коалиции наличится больше, чем 230 народных депутатов. Каким образом? Скажите, пожалуйста. Я объясню, почему. Есть блок Петра Порошенко, есть Народный фронт, есть позафракционные уже теперь депутаты, которых выключили самопомощи, которые вышли из блоков Петра Порошенко и так далее, которые не откликали свои подписи под коалиции. Я объясню, что наша Конституция и наша коалиция, коалиции, передбачает, что членство в коалиции особистичное, то есть характер власти и формирования. Но мы не предупреждали, но когда мы вступали в коалицию, мы все уже до одного подписывали за то, что мы членами коалиции. Так само предупреждено, что мы должны, когда выходим из коалиции, подать свои подписи. Радикальная партия, Юре, доси, доси не откликала свои подписи. Навіть попри те, что сегодня... Радикальная партия, черт возьми, спасательный круг, это замечательная коалиция. Радикальная партия все сказала на этой неделе на своей блоге. У вас нет конкурсов. Андрей, 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 ради Бога, простите меня, ради Бога, вот простите меня, я 28 лет занимаюсь политической журналистикой, да, и я прекрасно понимаю, что политика это штука подчас грязная, что политика это штука иногда про то, что возможно, политика искусства возможного. Это маневр, это компромисс, это какие-то закулисные договоренности, все что угодно. Но вот сейчас, в эти дни, годовщина трагического кровопролития на Майдане. Вот, черт возьми, люди, которые гибли на Майдане, они вот такой политики хотели? Они хотели, чтобы действительно радикальная партия и ее лидер, который какими только последними словами не ругал ваше правительство, и вашего лидера, премьер-министра Юценюка, сейчас, по сути дела, держал золотую акцию. Показовым є те, когда мы вчера в парламенте, вчера в парламенте, за отсутствие фракции Батьківщина и фракции Самопомощь, голосовали законы, которые социально необходимы, в том числе, для семей, загибших на Майдане, для семей, людей, которых нас сегодня привели. С первой половины дня эти две фракции саботовали заседания, но 250 голосами мы приняли эти законы и без этих фракций. Это говорит про то, что парламент может и здатен принимать правильные решения, даже за отсутствие голосований и без этих субъектов. Расскажите, чтобы просто далее не возвращаться к голосованию. Вы считаете голосование честным, которое было за недоверие в Уряду? Абсолютно. Я вважаю, что все отбилось так, как должно быть. И вас не смущать, что десятью минутами ранее парламенту поставили двойку за его работу за прислушивку? Это все звичайный план. Подождите, вы все все скажете. Я слежу за балансом. Я слежу за балансом. Вы мне задали вопросы. Это все звичайный план. А план, знаете, я вам расскажу очень простую историю. Я хочу о другом спросить. Торги шли во время обсуждения парламенту о таком Путине? Торги между фракциями шли? Ни группы не хотели голосовать, ни БПП не хотели голосовать. Торги договоренностей были? Это все было сплановано для того, чтобы подвести до того, чтобы кто-то, кто имеет какие-то больше рейтинги, чем уряд, если кто-то считает, или кто-то с другой. Они просто подождите, вы потом скажете. Дайте мне. Андрей, ну раз вы настолько хорошо осведомлены, поверните голову назад, пожалуйста. Завдяки засобам массовой информации добились слова. Вы меня слышите или нет? Я отключу вам микрофон. Если вы так хорошо осведомлены, поверните голову назад или вот туда, посмотрите, пожалуйста. Я обратил внимание, я внимательно следил за этим заседанием парламента, как премьер Яценюк постоянно говорит по правительственному телефону с кем-то. Я хочу объяснить зрителям, по правительственному телефону, вот этому беленькому старому допотопному, жене или домработнице А где говорил Яценюк все заседание? Знаете, Арсений Петрович не доповедает мне, особо, или нашей фракции, с кем он ведет переговоры в этот момент. Но это государственный телефон, и он мог говорить по нему только с государственными органами. С несколькими людьми. С кем за угодно ему говорить. С несколькими людьми. Это первые лица государства. Может, в этот момент пропадали голоса? Может, это имеет значение? Мы видели голосы, и мы видели тот популяризм, который подогревался против того месяца до этого голосования. Я правильно понимаю? Вы нас успокаиваете. В этот момент голоса не пропадали. Абсолютно. Голосы пропадали оттуда, когда они разогревались и сказали, давайте голосовать. Но я хочу сказать, что премьер-министры нужно голосовать и показать, что голосов нет. Взагалі, это 200-ка. Это телефон, это 200-ка. Он подключен до первых людей. Это министр, президент, и так далее. Поскольку министры были в зале, то коло настолько извуживается, что, скорее всего, это был один и единственный человек в Киеве. Пане Геннадео, однозначно. Олег, извините себя. Вы знаете, я как автор постановы про недовіру уряду, а также я как организатор сбора подписов под постановой про відповідальность Кабинету Министра и, соответственно, недовіру уряду. Я, наприклад, не знав, что нема голосов. Проголосовавши, кстати, да? Я уточняю. Так. Бо я, наприклад, не знав, и вас не дивует, что чомусь Народный фронт, каким-то живым, знает, что не вистачает голосов. Никого это не дивует. Вы говорите про план. Это передбачивалось. Владислав Аблун, Петр Порошенко знает, что половина его состава тоже не проголосует. Я не хочу вступать в дискуссию щодо легитимности або наявности коаліції. Мой коллега Андрій, який є фаховым юристом, ми є членами комітету з питань правової політики. Я думаю, що він повинен нам всім чітко сказати. Андрію, а якими нормативно-правовими документами регулюється діяльність коаліції? В яких нормативно-правовими документами згадується коаліція? Я вам скажу, стаття 83 Конституції України передбачає, що коаліція формується депутатськими фракціями, не народними депутатами, а депутатськими фракціями, до яких входить більша частина від конституційного складу Верховної Ради. Пункт перший. Пункт другий. Та ж сама стаття 83 передбачає, що коаліція функціонує, тобто порядок створення і відповідне припинення діяльності коаліції регламентується Конституцією України та Законом України про регламент Верховної Ради України. Так ось, в Законі про регламент Верховної Ради України слово «коаліція» відсутньо взагалі. Воно в жодній статті не згадується. Тому ми знову ж повертаємося до Конституції, яка є нормою прямої дії. Станом на зараз, наскільки я розумію, тут є колеги з радикальної партії, з Батьківщини, можуть підтвердити, чи є вони, чи не є вони в коаліції. Залишилося дві фракції в коаліції. Це блок Петра Порошенка і партія «Народний фракт». Ну, ще по одній версії, що формально не вийшла із коаліції радикальна партія. Яким чином це може бути врегламентовано? Якщо це не передбачає жодних нормативних спікерів в залі засідання Верховної Ради. Це є норма прямої дії, але в цьому є роз'яснення Конституційного суду, які говорять про те, що чоловість в курсі є індивідуальним. А я хочу сказати інше. Є два рішення, Сергій, вибач. У нас сидить 15 чоловік свідомих людей. Ми всі розуміємо, що ніякої коаліції нема. Тут сидить одна людина, у якої є завдання втягнути в нас цю дискусію, яка для всіх абсолютно очевидна. Зі сказати із вас за своїм заданням Сергій. Тому, коли... Тому, коли... Коаліції немає. Нема що дискутувати. Це перше. Давайте говорити, що буде далі. Давайте говорити те, про що говорив Андрій Ілєнко. Як виходити із цієї ситуації? І що нам треба робити? Скільки б народний фронт не кричав би, що коаліція існує, або Артеній Петрович не говорив би, що коаліція існує, для мене це виглядає, як коли кричати халва, 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 а від цього, на жаль, в роті солодше не стає. Ну все-таки, простите, пожалуйста. У мене вот вопрос. Я просил, можна сказати зарані, щоб Сергій Міщенко підготовився к цьому. Все-таки, постоянно возникає тема о том, що було некоє роз'яснення Конституційного суда, извините, в апреле 2010 року, яка відкрила, якраз, к тушкованню путь в своє время, правильно? І якоби все-таки, є некоє формула, яка розрешає індивідуальне членство, або, замістьте, індивідуальний виход із коаліції. Що ви скажете? Дякую. Ті люди, які даже вийшли із фракцій, БПП, Народний фронт, Самопоміч і Ляшко, плюс, невідомо, чи поставив свої підписи Ляшко під виходом із коаліції, бо чистоту експерименту юридичну зробили Батьківщина, Самопоміч і три депутата з БПП. Це от один з них тут сидить, Мусій, який написав заяву про вихід. Тому оце влада каже про те, що в них 253 підписи. А оце реальність. Це 225. Тобто, якщо ми взяти навіть тих депутатів з БПП, які зараз позафракційними, але вони деліговані були в коаліції, і Народний фронт, яких зараз 81, але 83, яких двох вийшли, то в них 225. Тому що сьогодні дійсно... Одного голосу не вистачає. Тому дійсно сьогодні питання в тому, що це юридична, політична математика. Сьогодні головне те, що цього уряду і цієї коаліції не існує. Люди не вірять в це. Вони свою готум довіру просто задімули, і у них ноль є. А от, що стосується з юридичної сторони, то сьогодні існує Конституція, 83-я стаття, регламенту немає, і рішення Конститутного суду від 6 квітня 10-го року, яке каже, роз'яснює нам 83-ю статтю Конституції і регламент. І в тійці написано в сукупному зв'язку. Тому то рішення Конституція, я вважаю, нікчемне. І тому треба, якщо хочете чистоту експерименту, влада, подайте зараз подання до Конституція і зробити роз'яснення. Ви зговори будете, те те саме буде, як це було при Янковичу. Тому що те рішення Конституція робилося підтушкування. Зараз ці методи тушкування знову в цій коаліції. І тому реально 225 чоловік немає. Немає уряду, немає довіри. Тобто коаліції реальної, яка була заявна, як вона там називалася, коаліція європейська Україна. Не існує фізично. Існує інша коаліція, субстанція. Це дві провладні фракції плюс інші групи і позафракційні депутати, які підголосовують. Оце реальна коаліція. Владі треба показати... Це називається ситуативне большинство. Так. Владі треба показати, що у них юридично є 253. Завтра, якщо даже Ляшко 221 зніме, буде 232. Теж існує. Тобто вони повинні будуть казати на кожному ефірі, що у нас є більше 226. А фактично коаліція буде голосувати інша. І у президента є що? Право, не обов'язок. Він скаже, хлопці, і влада скаже, всі закони, які нам потрібно, приймаються. Ми голосуємо. От я голосував, наприклад, за всі безвізові оці законопроекти. Антикорупційні законопроекти. Я ж не в коаліції, я ж не у владі, але я свій голос за це ставлю. Так і інші будуть казати групи, які підголосовують, от у нас, ми не в коаліції, але за те, що вони отримують посади в майбутньому уряду, а зараз йдуть торги, щоб групи ці отримали посади. Вони будуть фактично не в коаліції, а за межами, але давати 226 голосів. І все. І нам будуть заморочувати голову. Але я згоден з моїми колегами. Це тільки криза буде усугублятися. І єдиний вихід цього, да, відставка Ясенюка і формулювання нового уряду, але цього не відбудеться, бо він вцепився дійсно руками і ногами в все. А от перезавантаження вже вибори, які зроблять не тільки в Верховної Ради, але й, можливо, і президентські дострокові вибори, які можуть бути на наступні восені чи весною. Оце головна криза, яка нас чекає країну. Тому із одної людини зараз не ляшко золоту акцію, в нього немає золотої акції згідно з політикою влади. Сьогодні золота акція сьогодні у Ясенюка. Він тримає за одне місце всю країну. І ми всі підвішені за це. Розумієте? Але народ не хоче, щоб цього камікадзе було. Немає довіри йому. Тому влада нам буде брехати про те, що юридична коаліція є, але інша коаліція буде їм це допомагати. Тому ми не будемо. Дякую. 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 Простите. Конституційний суд тлумачив статтю 83 Конституції України і статтю 59 регламенту він тлумачив неіснуючу норму Ванислав, давайте не будемо все-таки це деструктивний спор по статтям. Потому що другі юриди сказуть другое. Вадим Юрьевич, пожалуйста, секундочку, паузу. Я вам дам слово. Я вас умоляю. Просто я там слушать невинно. Я действительно хотел би сейчас попросить господ депутатов немножечко переждать, а послушать мнение господ экспертов. Вот в частности, значит, есть такая версия о том, что все, вот, что произошло, произошло потому, что президент действительно хотел отставки премьер-министра и действительно фракция БПП и не только фракция и БПП были готовы голосовать за эту отставку. Но потом президент поехал в Мюнхен, а в Мюнхене высокопоставленные западные политики сказали ему, что менять правительство во главе с Яценюком, отправлять Арсения Петровича в отставку не нужно. Вот у нас сидит американский политолог Питер Зальмаев. Он родом с Украины, поэтому не удивляйтесь, что он говорит без акцента. Питер, как Вы считаете, эта версия имеет право на существование? Я считаю... Что Запад, грубо говоря, Соединённые Штаты в том числе заблокировали план замены правительства Яценюка на какое-то другое правительство? По крайней мере на время, да, я должен сказать. И буквально опять-таки хотел бы немножко остановиться на предыдущих событиях, в частности отставки министра экономики и немножко дать такой очень краткий экскурс, что касается общественного мнения на Западе, как человек, сидящий за океаном и держащий палец на пульсе общественного мнения. И должен сказать, что сигналы тревоги поступают и становятся всё более громкими. В частности, Вашингтон-Пост очень жёстко отреагировал на отставку министра экономики, сославшись на его слова о том, что человек не хочет более оставаться частью этого коррупционного процесса и играть в угоду и работать в угоду отдельных интересов, отдельно взятых личностей. Также, допустим, я хотел бы процесировать слова и действия, возможные действия Кристин Лагард, которая является главой Международного финансового валютного фонда, извините, которая... Её, кстати, сегодня переизбрали на новый срок. Да, совершенно верно. И Вы знаете, под угрозой, как она заявила, стоит очередной транш, необходимый, как воздух экономики Украины, транш очередной финансовой помощи страны, а это ни много ни мало 11 миллиардов долларов. Журнал «Экономист», я думаю, он не нуждается в объяснении, что это за журнал и насколько он престижен и влиятельен, предсказывает в ближайшем будущем, буквально, грядущий экономический коллапс храх страны, указывая пальцем на так называемых любых друзьев или серых кардиналах украинской политики, в частности, всплывает имя, приходит на ум имя Каноненко, господина Каноненко. И я должен сказать, что западные дипломаты в целом обеспокоены вообще этим ситуацией, которая имела место несколько дней назад, потому что она ставит под угрозу сохранение режима санкций против России. То есть в условиях, когда западные демократии приносят в жертву очень многое для Украины, украинские политики не готовы принести в жертву собственные экономические интересы. То есть для запада, вы хотите сказать, все-таки на Яценюке сошелся, что называется, свет клином, да? Вы знаете, нет, я считаю, что это не свидетельствует, эта позиция не свидетельствует ни в коем разе о поддержке запада Яценюка и его компании. Это свидетельствует всего лишь о беспокойности, что в этих условиях, в условиях политической неопределенности, которая последует за отставкой Яценюка сейчас, накануне голосования Европой в июне о продлении санкций, где должны все 28 стран-участниц проголосовать за продление этих санкций. Питер, но за продление санкций голосуют раз в полгода. Раз в полгода можно пользоваться вот этой вот золотой партой и шантажировать свои отставки. А потом можно Яценюка казнить. Вы знаете, но еще неизвестно, кто придет на смену Яценюку. Почему вы так уверены, что придут на смену Яценюку более реформаторскими я не уверен, настроенные политические силы. Я лично не уверен ни в чем. И это является тоже очередной беспокойностью. Я прошу прощения, а можно микрофон передать сюда? Я хотел бы тот же вопрос задать господину Мартынина. Александр, скажите, как вы думаете? Вы знаете, нет, я согласен практически полностью с тем, что было сказано, насколько я понимаю, насколько я знаю, что действительно это была консолидированная позиция, а не только американская и других стран тоже. Ну, на самом деле, и понять ее, и объяснить ее очень легко. Понимаете, на самом деле, все, что нужно Западу здесь, это предсказуемость. Ну, хотя бы минимальная. Но я понимаю, что не на год вперед, не на два года вперед, но хотя бы минимальная предсказуемость то, что будет. То есть, условно говоря, им люди, которые занимались организацией отставки правительства, неудачные, нужно было сделать просто одну простую вещь. Она не очень простая, конечно, ну, нужно было сделать. Это показать нашим партнерам, с которыми мы работаем и от которых мы, прямо скажем, во многом зависим, показать ближайшее будущее. Что произойдет в случае, когда уйдет правительство Яценюка? Какое правительство придет вместо него? Назвать новые имена, чтобы все поняли, что мы останемся в зоне стабильности. назвали имя Натальи Еречко, а Запад сказал, нет, Наталья Еречко нам не подойдет. Нет, по секундочку, ни одно имя премьера, конфигурацию, ни одно имя премьера, желательно весь кабинет министровый, то есть полностью всю команду, которая будет работать. Вот это они должны были понять. Они этого не поняли. Они смотрели за всем этим процессом и не понимали, что будет завтра. И при этом понимая, что действительно ситуация очень сложная, я бы там слово крах не произносил, но тем не менее ситуация в экономике действительно очень тяжелая. И они понимают, что два года это правительство худо-бедно как-то ее удерживало, и ситуация не развалилась окончательно, чего они боятся, кстати, больше всего, что просто все развалится. Поэтому вот всем, еще раз, тем, кто работал по этому активному процессу агитации за отставку, нужно было отвлечься на какое-то время и объяснить партнерам все это. И тогда бы, если бы они поверили, и вы бы это объяснили нормально, тогда бы действительно этого давления бы, ну я не знаю давления, мнения об этом не было. И тогда, возможно, бы это реализовалось. Ну, кстати говоря, знаете, между нами, это надо было делать в любом случае хотя бы для себя. Понять, что будет завтра. Не просто выборы завтра, а что будет завтра, кто будет завтра, что будет через месяц со страной, кто будет ей руководить. Вот это для себя надо было понять. А у меня такое впечатление, что каждый действительно, ну все вместе и каждый в отдельности занимался решением одной единственной проблемы. Вот этой. Можно? Один короткий комментарий. Один. Еще два. Простите, пожалуйста. Еще два экспертных мнения. Вот рядом со мной сидит депутат Государственной Думы Российской Федерации Илья Пономарев, который вот удивительно сочетает в себе два качества. Политическую эмиграцию, но будучи политическим эмигрантом, он остается депутатом парламента. Один из, наверное, трех или четырех оставшихся реальных оппозиционеров. Как вам из вашего политического эмигрантского далека эта ситуация представляется? Ну, я 16-го числа был здесь, поэтому сказать, что так уж совсем издалека это, наверное, будет преувеличением. Вообще, я сейчас большую часть времени провожу именно в Украине, но скажу, что сердце-то болит за то, что происходит. И у нас вот в России говорят, что Государственная Дума не место для дискуссий, а похоже, что Гоковная Рада не место для решений. Зато у вас в Госдуме таких страстей не бывает. Завидуйте. В этом смысле я, конечно, завидую, но, честно говоря, я вот уже начал сомневаться, что лучше, не место для дискуссий или не место для решений. Честно говоря, хочется, чтобы какие-то решения у вас тоже принимались, потому что в конечном итоге я вот личное свое будущее проинвестировал в эти самые решения. И очень хочется добиться результата. А каким образом вы проинвестировали свое будущее в эти решения? Ну, когда голосовал против аннексии Крыма и все, что делалось после этого. Вот у нас в России в 90-е годы тоже были непопулярные реформы. И вообще это очень удобно так говорить. Вот и сегодня про это говорили о том, что ну а что вы хотите. Правительство реформаторов, оно всегда непопулярно. Но я, честно говоря, еще не знаю ни одного правительства реформаторов, которые бы упрекали в отсутствии действий. Я знаю правительство реформаторов, которые упрекали бы в плохих действиях, это понятно. А в отсутствии действий, по-видимому, это вот первое. И мне кажется, что это же самый страшный приговор для любых реформ. Это их отсутствие. И действительно, когда люди выходили вот ровно два года на Майдан, и мы, которые в России поддержали Майдан, ну мы совсем тоже другого хотели, чтобы произошло. Мы хотели, чтобы Украина стала успешной, чтобы это стало, в частности, примером для России. А на данный момент это становится антипримером для России. И получается, что Путин-то прав. И вот результат всех наших этих реформ 90-х годов, он же был какой? Вот это вот непопулярное правительство. И закономерный итог Путин. Путин – это ответ общества на непопулярное правительство. Я вас перебью, но... А вы сами, вот вы человек левых взглядов, вы это декларируете. Вы при этом готовы признать реформы 90-х годов в России успешными и позитивными? Нет, конечно, я не готов их призывать успешными и позитивными. Я вообще считаю, что как раз вот есть одна вещь в Украине, которая действительно подает пример для всего остального. Вот реформа полиции. Вот она проводится с таким тезисом, что если раньше измерение эффективности полиции было по количеству раскрытых преступлений и так далее, то сейчас эффективность полиции – это уровень поддержки общества полиции, уровень доверия общества к полиции. Это главный тезис этой реформы. Так это было проведено в Грузии, поэтому она там была успешна. И она была повторена в Украине, и она тоже успешна. И я считаю, что это очень важно, потому что лучше чего-то не сделать. Где-то реформы сделать медленнее. А другие реформы в Украине со стороны видны, кроме реформы полиции? Ну, я лично особенно не вижу. Я вижу отдельные очень робкие попытки, но это скорее попытки вопреки. Просто наш премьер доволен. Он себя сегодня поставил в один ряд с Бальцеровичем и Маргарет Тэтчер. С Маргарет Тэтчер С Маргарет Тэтчер С Маргарет Тэтчер Это важно. Это важно. Поскольку я знакомый и с тем, и с тем, да, и я могу сказать, что такого отношения в этих странах, в Великобритании и в Польше не было. И к Бальцеровичу тоже было сначала падение популярности, потом был рост популярности, Валенца проиграл выборы, свои первые пришел к Васневский, где-то реформы затормозились. Ничего страшного. Важно в том, что общество все время давало мандат. Сейчас есть коалиционное правительство народного недоверия. Если есть правительство недоверия, оно должно меняться. Просто ответственный политик, который стоит во главе этого правительства, он должен прежде всего об этом сказать. Потому что результатом этого будет военная диктатура. Илья, меняться только через перевыборы. А место уже за полтора года нагрелось. А уже научились пользоваться благами этого мандата. Понимаете? И на перевыборы не слишком хочется. Мне кажется, что Майдан стоял как раз против того, чтобы кто-то грел места. Это правда. Спасибо, Илья. Спасибо. Пожалуйста. Так, в чем вопрос? Вы просили слово последние 15 минут, Вадим, извините. Вы хотели сказать, а я вам не дал. Вы хотели сказать, что не надо, как я вас понял, что не надо заниматься юридической казуистикой, регламентной казуистикой, а надо говорить о том, что дальше делать. Да, потому что самый большой... Хорошо, вопрос... Хорошо, я не понял вопрос. Простой вопрос. Вот говорят, выборы это все. Крах, катастрофа. Это так? Любой ценой не допустить новых выборов? Нет, выборы не крах, не катастрофа, но выборы это всегда кризис. Это подвешивание ситуации. Это тоже надо понимать. А я хотел о другом сказать, что самый большой кризис в том, что у нас нет инструмента выхода из кризиса. А сейчас вы ситуацию не считаете подвешенной? Подождите, еще раз. Подвешенная, но выборы еще могут подвесить ситуацию. Кстати говоря, почему западные партнеры против выборов? Не только по экономическим соображениям, не только по соображениям предсказуемость-непредсказуемость. Тут я абсолютно согласен. У них есть пример. Четвертого года, шестого года, седьмого года и десятого года и тринадцатого года, чем это закончилось. Вот пример. Они боятся, что все поменяется, будет реванш, и вот эта восходящая линия, она будет сломана. Поэтому, что они понимают? Они понимают, что лучше... Вот я так думаю. Я не хочу говорить, что это правда или неправда, оценки давать свои. Они понимают, что лучшей власти сейчас не будет в Украине. Что, наверное, после выборов придут не лучшие, а может быть, худшие, чем сейчас. Задача в чем? Они понимают, что это переходная власть, что это переходный период, переходное время. новых они подготовят, новых они подготовят, там, из гражданского общества, там, вылупятся, какие-то новые политические силы, и журналистов, активистов, и так далее, и так далее, которые через конституционный электоральный цикл могут претендовать уже на реальную власть. Не только, чтобы ходить, так сказать, быть пиарщиками нынешних реформ, пиарщиками власти, а на реальную власть. Вот надо потянуть время. Поэтому, мне кажется, вот они и надавили на президента. Президент не очень хотел, чтобы правительство Оценюка осталось. Так и была не проголосована резолюция недоверия. Он очень этого не хотел. Но перед этим почему-то, перед Мюнхеном, была на него информационная атака. Потому что Каноненко, это же понятно, это же не Каноненко-мишень. Мишень Порошенко. Шокин это не Мишень. Мишень Порошенко. Для того, чтобы ослабить его политические позиции и вот согласиться на этот статус-кво. Это не консенсус, статус-кво. Плюс, американцы еще какие, ребята? Они же любят, чтобы всегда были сдержки и противовесы. Они, вот, маниакальность у них еще со времен Конституции. Вот это, чтобы была сдержка и противовесы, никому не отдавать власть отдельно. Тем более, они же понимают, что демократы, не демократы. У нас экономика остается олигархической. И еще какое-то время будет олигархическая. Без этого никуда не деться. А как ее сделать сразу среднебизнесовой, среднепредпринимательской? Вы не сделаете это за один день. Политика у нас будет олигархической. И дело не в том, что это деньги, что это бабки там заносят. А что у нас партийные вожди, это не партийные олигархи? Это олигархи, ради бога. Они назначают, этот будет в списке, этот не будет в списке. Ребята, вы все боретесь за демократию в стране. А в партиях у вас есть демократия или нет? Скажите мне. Внутри партийной демократии есть у вас? А в целом, я еще раз говорю, вот моя идея, какой ты засунул? У нас нет, кризис в чем? У нас нет инструмента выхода из кризиса. Ситуация гибридная у нас, потому что мы живем в ней по конституции. Понимаете, в чем дело? Потому что мы живем и по конституции, и по неформальным нормам. Ричард Саква, есть известный профессор Кеннского университета, специалист по советским государствам. У него есть прекрасная книга, дуальное государство. Это про Россию, про Украину и так далее. Как управляются дуальные государства по-советски? Они двумя нормами, конституционными и административными, неформальными. Там нигде не будет записано, что... Но кто у нас по конституции главный? Парламентская президентская республика, премьер, но де-факто у кого больше рычагов власти? У президента. Поэтому это проблемы конституции, регламента, конституционных норм. Галины Юрьевич, продолжите... Это двойная интерпретация. Просакеры в следующей части продолжите. Мне хотелось до перерыва еще дать возможность высказаться. Давно просит слово Николай Скорик. Я, может быть, вот господин Карасев натолкнул на мысль. Я, может быть, начну с конца. Вот как выйти из кризиса, есть ли инструменты? Сегодня уже звучала тема, и она сейчас звучит активно в обществе, о досрочных парламентских выборах. Досрочные парламентские выборы, нормальная новая конституция, не выдергивание отдельных моментов, подвешивание при этом в первом чтении, и непонятно, какая ситуация, а действительно нормальная конституция, принятая новым парламентом, и после этого новые президентские выборы. Вот это, я думаю, будет нормальная перезагрузка власти, когда действительно будет ответственность у предыдущей власти, и когда народ сможет действительно выбрать ту власть, которую он считает нужным. Вот сегодня очень много говорилось о том, как кто себя вел. Вот вы не голосовали. Мы не голосовали, я объясню, почему. Действительно, участвуют на подсцовке Вы голосовали за то, чтобы признать неудовлетворительную работу правительства, но за отставку не голосовали. Объясню, почему. Это все. Это свидетельство. Ну хорошо, у господина Скорико есть объяснение. Гибридность. Никакого, ребята, в всем свете оппозиция, если вы не себя уважаете оппозицию, голосуем за ботом на доверие. Вы всегда были здесь самый культурный человек. Я залишился, не переживайте, пожалуйста. На вторник, 16 февраля, коалиция существовала даже не в объеме 272 голосов, а больше 300. При этом, самые главные критики премьера были в фракции Блока Петра Порошенко. Юрий Витальевич Лушенко всегда очень ярко выступает, но я думаю, все согласятся, что выступление во вторник в парламенте было просто феерическим в отношении того, какое плохое правительство. Вся суть того, что хотел сделать президент, я, может быть, ошибаюсь, пусть он меня простит, это выпустить пар в обществе, когда бы мы, действительно, последние недели все говорили Яценюк, 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 правительство Яценюка. Ответственность за все, что происходит в последние два года в стране несет президент Порошенко, несет коалиция и несет правительство, которое возглавляет Яценюк. Делать из... Вот в последнюю неделю очень такое модное стало словосочетание украинское ЦАП Витбувайло, потому что на русском... Косел отпущение. Косел отпущение звучит как-то совсем грубо, а ЦАП вроде такое, ну, можно сказать, громоотвод. Вот из Арсения Петровича мы, действительно, удачно сделали громоотвод, и он этого заслуживает, потому что, действительно, правительство не рабочее. Но так в глазах общества получается следующим образом, что президент снимает плохого премьер-министра, назначает из этой же коалиции, потому что БПП же не выходит из коалиции. БПП говорит, мы составная часть коалиции. При этом присутствующий здесь мой коллега подает проект решения о выражении недоверия правительству. Говорит, мы составная часть коалиции, мы за. То есть, вот сейчас мне будет очень интересно, как это будет происходить. То есть, нужно будет блоку Петра Порошенко, либо и президенту лично, либо взять ответственность за то, что делает Арсений Петрович, либо действительно идти на досрочные выборы. То же самое при всем моем уважении к фракции радикальной партии оказалось, что она никуда не выходила. Что вообще она все это время была в коалиции, что ни одной бумаги, в отличие от той же Батьковщины и самопомощи, никто не давал. И при всей яркости выступлений в отношении того, какой плохой Яценюк, оказывается, что в действительности ничего. При этом хотели все это сделать, порешать свои вопросы внутри коалиции, руками оппозиционного блока. А я напомню, что в этом созыве в первый раз за всю историю оппозиционный блок как оппозиционная сила впервые не получила ни одной должности. Я не говорю о вице-спикере или председателе комитета. Я даже имею в виду заместителя председателя комитета или секретаря комитета. Это все обуславливалось какими-то там причинами 16 января и так далее. Хотя то, что мы принимали вчера в отношении так называемого безвизового режима, это намного хуже, чем 16 января. И при этом все это рассказывается о демократии, о безвизовом режиме, как он нам нужен. Так вот, я хочу сказать, что единственный выход из создавшейся ситуации, уважаемые друзья, это первое, это признать ответственность, коллективную ответственность власти за все, что происходило. Второе, это не манипулировать пунктами, вы так красиво рассказывали, пункты Конституции, регламента, есть регламент, нет регламента, а признать, что власть не способна управлять страной, идти на досрочные выборы и еще маленький нюанс. Во всем этом вот таком многообразии мыслей и выступлений мы забыли о главном, о гражданине Украины. На сегодняшний день... Извините, мы забыли о рекламе. Господа, вернемся через местную камеру. в следующей части программы. Мы продолжаем очередной выпуск «Черного зеркала». В конце предыдущей части я не дал возможности договорить Николаю с Курикой. Павел на полторы минуты. Я сказал о том, что мы забыли о гражданах Украины. Так вот, граждане Украины ждут изменений в бюджет, ждут индексации своих заработных плат и пенсий, ждут позитивных изменений в экономике. Я думаю, что на этом нужно сделать упор, а не на политических дрязгах. А что касается выхода из ситуации, еще раз говорю, нужно нести ответственность за свои действия. Вот пришел один из министров действующего правительства. Меня очень веселила на этой неделе дискуссия, когда Батьковщина, которая там в чем-то упрекает оппозиционный блок, говорила, мы отзываем министра, министр говорит, я уже не хочу, я уже не ваш министр. И как бы непонятная ответственность министра, ответственность Батьковщины и ответственность всех политических сил, которые этих людей туда делегировали. В сознание общества, я так понимаю, президентом, вкладывалась главная мысль, что виноват Яценюк, сейчас его поменяем и все станет хорошо, а власть прекрасна и удивительна. Так вот, власть несет ответственность за все во всех своих проявлениях, и власть это президент, правительство и Верховная Рада, и вся эта власть должна быть перезагружена. Хорошо, секундочку, что вы предлагаете? Мы предлагаем, еще раз повторюсь, это, если говорить о более-менее стратегических целях, это досрочные парламентские выборы, еще раз повторюсь. А если говорить о тактике, если говорить о трех неделях, которые будут перерывы, я считаю, что нужно провести, и это считает наша политическая сила, оппозиционный блок, провести досрочное заседание парламента и принять изменения в бюджет, которые ждут от нас люди. А то, что касается, делается в коалиции, оппозиционный блок на подтанцовке у этой так званой европейской коалиции работать не будет. Можно один комментарий? Да, пожалуйста, министр, который я очень благодарен этому панове, который подчас майдана призывал нищить просто майдан и расстреливать майдановец. Я просто хочу напоминать, он тогда был, я помню, не нужно мне рассказывать, когда вы были главой областной администрации в Одессе. Я выполнил свои функции, честно, никогда не призывал нищить. Вот расскажите потом людям, у нас есть карты. Я все, люди все бачат, люди все понимают. А стосовно відставки чи не відставки, є єдина форма конституционной ответственности министров и уряду. Это 226 голосов за відставку уряду. Есть они, уряд взбрал свои вещи и пошел працювать на других посадах или заниматься другими справами. Нема такого решения. Вибачьте, мы будем працювати. Сергей, вы ничего не хотите ответить по поводу сказанного? Держите, не согласен. Я бы не відволікался знов. Мы відволікаемся на какие-то речи. Игорь Жданов потрапил до Кабинета Министров не потому, что он представник Батьковщины, потому, что он особистичный друг Арсенія Яценюка. За вашу квоту. За Конституцию Украины все министры подаются кремлере Министров Крам. Не треба это говорить. Я думаю, что я потрапил как Кабинет Майдану. Я за своим Майдан член Ради Майдану заслужил чтобы быть делегоном к уряду. Я хотел чтобы меня запросили сейчас чтобы мы говорили про Майдан а не про представ уряду эти трясы которые тут есть. Давайте почтем память свою точку зрения. заглянули вчера, сегодня и завтра. Понятно. Дайте послушаю. Мне кажется все что произошло за эту неделю не имеет вообще ничего общего ни с парламентаризмом ни с западной культурой политики. Это произошло просто какой-то какой-то абсурд когда в общем-то всплыло то что у нас нет политических партий у нас уже долгое время не было коалиции у нас в общем-то все голосование проходило при молчаливой поддержке организации которая называет себя оппозиция но ничего общего с оппозицией не имеет и в результате у нас тоже получилось так что эти фракции делегировали каких-то министров которые потом набрались наглости остаться в этом кабинете и не пришли даже к своим фракциям чтобы объяснить что они делают и как они делают и когда на это все смотришь то не понимаешь как собственно говоря это все разгрести потому что при такой низкой культуре демократии при такой низкой культуре парламентаризма ты не знаешь кому верить ты не знаешь на кого ты можешь положиться я лично смотрю на президента президент парламент для меня А правительство практически для меня просто группа оппортунистов, которые на волне Майдана и на волне войны пришли к власти и теперь держатся за нее любым способом. И президент, он выступил и достаточно сильно сказал, он сказал, что правительство должно уйти в отставку и этот премьер тоже должен уйти в отставку. Когда этого не произошло, с моей точки зрения президент должен быть последовательным и должен настоять на том, чтобы это правительство ушло, как можно быстрее пришло другое правительство. Это единственный способ, чтобы сохранить статус-кво и не идти на новые выборы. Если этого не произойдет, если президент не переформирует правительство достаточно быстро, заручившись поддержкой парламента, будут новые выборы. Практически все эти люди должны будут уйти из власти, должны будут прийти новые люди. Оппозиционный блок сейчас практически работает вместе с Народным фронтом и люди, которые будут идти на выборы, будут голосовать против вас и вашего правительства. И остальная часть спектрума должна будет определиться. Батькивщина определилась, сама помощь набралась мужества определилась, БПП должны определиться, кто из них остается с этим оппортунистическим правительством, кто не остается. И тогда, по сути, мы разделимся на продемократический лагерь и какой-то коррупционно-консервативно, назовем его олигархичным лагерем. И так будут выборы между двумя лагерями. Я хотел задать вопрос Игорю, потому что действительно, это правда, Игорь активный участник Майдана. И мы там были, и очень хорошо помню его, на отличие от многих нынешних членов уряда, которые до Майдана не имеют никакого отношения. Я хотел бы сказать, что, Игорь, ну вот, дивись, ну давай подивиться правдиво, ты человек из Майдана, но этот уряд, который сейчас есть, он сейчас держится на голосах оппозиционного блоку, отроджения, воли народа и, скажем так, теньевых схем и теньевых договоренностей, фактически, которые не проголосовали за выставку этого уряда. Ты осуществляешь, что это уже не уряд демократичной коалиции, что это уряд теньевой коалиции, консервации и коррупции. И такими людьми, как ты, выставляющие тебя на ток-шоу, почему на ток-шоу не пришел сегодня там Аваков, Яценюк? Почему не пришли так званые технократи, которые все провалили, которые полностью обнулились, а теперь они рассказывают, что они супер-реформаторы? Посылают тебе, чтобы ты это все прикрывал. И вот тебе не кажется, что тебя используют в этой ситуации? Дякую по-братему по Майдану за вопрос, а я на него ответил. Первое, я не дам себе никогда его использовать. Ты знаешь мою позицию. А позиция была очень простая. Когда моего по-братему Юрия Сиротюка хотели посидеть еще в тюрьму, я пришел и взял его на поруки. Первый член уряда пришел к суду, написал заявку и взял на поруки. Потому что он мой брат. Я не знаю, он виновен, не виновен. Это будет решать суд. Дай Бог нам судовую реформу провести, чтобы у нас еще довера до решений суду была. Это первое. Во-вторых, я видел первую тут дискуссию. Мы говорили, что там юридические вопросы, есть коалиция, нет коалиции. Но, действительно, давайте вправду в очи смотрим. Де-факто, коалиции на сегодня нет. Но нужно ее переформатировать. Но без участия таких панев, с отроджения, воли народа, оппозиционного блоку и так далее. Мы не пойдем. Не надо говорить. Давайте, не перебивайте меня. Есть возможность сейчас залучить партию Лешка. Что, Лешко не был на Майдане? Был. Поэтому, нехай они входят в коалиции. Мы будем формировать новый склад уряда. Я думаю, что это абсолютно прописная истина. Но я при этом не согласен в том, что мы держимся на голосах этих панев, про которые вы сказали. Игорь, а почему, извините, я перебью, а почему тогда сейчас мы, почему мы сейчас наблюдаем попытки любой ценой не идти даже на вариант формирования новой коалиции? Я думаю, что у вас просто застарила информация, насколько я знаю. Зараз проводятся консультации. Нет, нам пытаются под видом старой продать новую. Если радикалы вышли из коалиции, то коалиции на сегодняшний день нет. Давайте спросим радикалы. Давайте по-иншому скажем, а какой формат коалиции возможен в этом парламенте? Коалиция с отроджением, оппозиционным блоком и таке инше неможливо. Отроджение это вообще не фракция, она не может быть в коалиции. В отроджение формально не может быть в коалиции. Ну, согласно решению пенсионного суду, 26 квадрата, 2060 года, членство коалиции индивидуально. Если вы не знаете, то я вам расскажу. Поэтому формат может в складе трех ждать. Давайте уже все-таки уточним у радикалов. Где они? С кем вы? Я поясню всю позицию, потому что я много слушаю. В чью сторону направлены ваши вины? Хотя для людей это не меньше важно, потому что мы заявили свою позицию. Мы, согласно Конституции, подали заявку. Юрий, извините, ваша позиция за последние несколько месяцев меняется так часто, как у того деда в свадьбе в Малиновке, который не успевает шапки менять. Но я сейчас поясню. До 16 числа наибольшим уровнем недовери использовался все-таки уряд. Сегодня парламент приближается до его уровня доверия в население. Почему? Потому что за 15-й год мы признали, что уряд является недеездатным и реформа не существует. Джо Байден в парламенте страны признав, что это самый коррумпованный уряд, который уже даже даже у света, потому что такого за 25 лет не было, чтобы представник иноземной страны в нашем парламенте говорил нам про коррупцию. И после этого депутаты берут и сохранят этот уряд, и говорят, что они великие патріоти, и хотят сберегать уряд заради будущего страны. То что они законсервировали? Коррупцию, про которую уже говорит свят? Мы не можем таки поддерживать. И мы однозначно говорим про то, что сегодня уряд должен быть подставкой. Хотя я особо надеялся от Арсения Петровича, что он политик новой генерации. Я ничего не могу понять. Именно поэтому вы решили своими голосами поддержать коалицию, которая и консервирует это правительство? Секундочку. Мы проголосовали за подставку уряда. Хорошо. Это первое вопрос. Хорошо. Мы ожидали от премьер-министра, что он не будет доводить до края эту кризу, а подставку сам. Вопрос был очень четкий. На сегодняшний день вы в коалиции или не в коалиции? Мы не являемся членами коалиции с 1 вересня минулого года. После того, как президент начал проштовховывать различными маніпулятивными методами до Конституции норму про особенный статус Донбасса, это был край, после которого мы вышли из своей коалиции. То есть вы так же считаете, что на сегодняшний день... Я правильно понимаю, что на сегодняшний день коалиции европейская Украина не существует. Мы уже не существуем. И, до речи, за этот период и сам Гройсман, и премьер-министр с трибуны Верховной Ради завжди заявили, что, на жаль, из коалиции вышла радикальная партия. Почему за два дня в них изменилась позиция? Маніпулювание? Маніпулювание. Хорошо. Юрий, хорошо, в новую катастрофу вы вливаетесь? Позвольте вопрос. Значит, идут упорные слухи, что ваш лидер Олег Лешко ведет переговоры о том, чтобы радикальная партия на тех или иных условиях вернулась в состав коалиции, как третья сила, Народный фронт... Ну, я бы не назвал это даже упорными слухами, об этом открыто сказал уже Яценюк, и не адмократно. Лешко выступал в парламенте и сказал... Говорят, что Лешко просит пост спикера. Плюс два простого министра, в том числе один конкретно Министерство экологии, плюс Украиноборонпром. Ну, это технология запускания слухи через интернет и так далее. Это нормально, мы до этого звукли, в интернеті можно будь-який мусор прочитать. То есть, если вы войдете в коалицию, ни спикера Лешко, ни двух министров от радикалов не будет? Дайте высказать свое мнение. Мы две недели назад сдали заяву, відповідную заяву, про то, что мы выходим из перемовного процесса что до переформатирования или створения новой коллекции в связи с чем? Что все принциповые моменты, когда мы обговорим, как работает уряд, переводятся в подел посад. Да, нас подкупали, и мы это отверто говорим. А вы брали? Мы подали... Дорого? Мы сголосили на Верховной Раде программу реформ от нашей фракции. Но все переводится в одно. Берите две посадки и идите. Мы заявили заяву, и мы вышли из перемовного процесса. А почему вы в Генпрокуратуру с таким заявлением сразу не обращались? После того, как вас пытались подкупить? Нет, так мы же заяву сделали, для этого не треба. Генеральная прокуратура может в любом случае... Хорошо, кто подкупал чем? Я так не раз слышал. Кто чем подкупал? Я плохо слышал. В администрации президента, в кабинете министров. Кто в кабинете министров вас подкупал? Зрозуміло, что и перемовником процессу. Керевники коалиции есть уряд, есть президент. Поэтому нам предлагают... Это вопрос другого. Ну, тут криминальную кару не подвяжешь, но это вопрос в политике мы не принимаем на сегодняшний день, когда подменяют принципы деятельности посадами. Однозначно, и мы этого не принимаем. Поэтому эти разговоры, кто там что просит, это уже иншее. Мы сначала говорим про то, чтобы мы погодили. Что будет делать новый уряд, который перед ним стоит задачей. Потому что то, что называется сегодня реформами, люди не слышали никак. У людей нет заработной платы, людей нет уверенности в завтрашнем дне, что они не втратят работу. Я все равно не могу понять, вы на сегодняшний день в переговорном процессе или нет? То про какие реформы мы говорим? Без этих реформ не нужен ни уряд, ни коалиция, ни парламент. Простите, еще один человек вообще сегодня не имел возможности высказаться. Да, Олег. Пожалуйста, Олег Мусей. На превеликий жаль, зажимают молодые политические силы, которые имеют политическое будущее. Но я думаю, что... Это про народный контроль, который я представляю тут. И это действительно четыре народных депутата вошли официально. Хотя мы были уверены, что мы вошли из коалиции, когда вошли из Боку Петра Порошенко. Ну, если кто-то хочет, или Гройсман, или Яценюк, нами маніпулировать, пожалуйста, вот вам еще один документ. Я думаю, почему Радикальная партия не пишет такой документ. Потому что мы не хотим порушить Конституцию. Не уже складно написать документ и подать Гройсману. Но я хотела сказать, что мы не... Насправді, мы прекрасно усвідомлюем, что Арсений Яценюк, как досвідченный маніпулятор, и это абсолютно доведено уже всем святом, и корупционер, он сейчас намагается зманіпулювать и подставить президента. И если вы ему даете слово, что Арсений Яценюк, что Арсений Яценюк, я вам не заважал, быть культурной человеком. Насправді, после этого, мы зарееструемли 4 оценародных депутатов, нашли выход, зарееструемли постанову 4092 про отмину голосования, которое было зманіпулювано с олигархичными кланами всіма, колишними регионалами, и таким самым олигархичным кланчиком, который в виде 30 депутатов, который находится в блоке Петра Порошенко, очолюет всем известный Третьяков и Загорій. Поэтому сейчас в Верховной Раде должна быть проголосована наша постанова и отминено незаконное голосование, которое было бы порушено регламентной нормой. Комитет регламентный не рассматривал эту норму, эту постанову про отставку уряда. Комитеты не рассматривали, а нам так швиденько сгодували ее и зманіпулювали в очередной раз украинским парламентом. Мы считаем, что президент сейчас должен сказать свое слово. Вы же видели все, за три часа до голосования президент сделал гучную заяву. Я не вижу никого в уряде, Арсений Петрович должен пойти и так далее. Но почему до сегодняшнего дня, до пятницы президент мовчить? Неужели он не видит кризу? Он тем самым, своей мовчезной сгодой, с тем реваншем регионалов, которые произошли в Верховной Раде, он что, покрывает это? Олег, извините, не я вас прерву, спутник вас прервет с нами на связи, а это очень ограниченный отрезок времени. Мы еще обязательно дадим вам слово. На связи с нами, как и было обещано, из Одессы по телемосту губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Михаил, скажите, пожалуйста, какую все-таки вы сейчас занимаете позицию по поводу того, что произошло на минувшей неделе? И насколько, простите, соответствуют действительности слухи о том, что сейчас в связи с тем, что произошло, и в связи с вашими заявлениями, начали резко ухудшаться ваши отношения с президентской командой? Михаил. Ну, во-первых, я был первый, который употребил термин олигархический переворот, и это было подхвачено потом многими политическими партиями. Так оно и есть. То, что произошло в Украине, другого названия в парламенте несколько дней тому назад, другого названия не имеет, как реставрацию старого олигархического режима практически в полном объеме, когда мы имеем правительство Украины, которое полностью под контролем. Не то, что они манипуляторы, я слышал от ваших там выступающих, от нашего друга Мусея, что премьер-манипулятор, да никакой он не манипулятор, они все манипулируемы всеми олигархическими кругами, которые их поставили и посадили на свои кресла. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что сейчас у нас не просто политический кризис, который был в 2004-2005 году. В 2004-2005 году политический кризис был на фоне большого экономического подъема. Это все равно разная ситуация была. Я хорошо помню и ту ситуацию. Сегодня вот я общался в Одессе с представителями туристической компании, к которым мы готовим летний сезон, тоже об этом мы говорили. Но они мне сказали, что у них два раза сократились поездки людей, но резко сократились ниши людей, которые ездят в Египет, Таиланд, Турцию, это средний класс, но вырос сегмент люксового туризма. Я их спросил, как они думают, почему. Они говорят, что весь народ обнищал, а коррупция выросла. Коррупционеры ездят больше. И они это могут определить по своим конкретным транзакциям и операциям. И это реально соответствует тому, что происходит. Поэтому на фоне этого, на фоне того, что произошло, конечно, мы уходим в тяжелую ситуацию. Насчет того вопроса, который вы спросили. Я со всеми строю отношения на основе конкретных вещей. Вот сегодня я ожидал, что в парламенте зарегистрируют наш закон. Мы тут делаем электронную таможню, уже начали ее строить, открыто таможенное пространство, уже объявили конкурс на новых сотрудников. Очень много людей пошло, поверило. И это что такое? Это электронная таможня, которая полностью исключает, вообще полностью, по определению, исключает любую коррупцию. Потому что все решает компьютер, и человека вообще никто не подпустит к принятой решению, и не больше 5% контейнера будет досматриваться, и любой контейнер будет проходить максимум за 15 минут. Все для этого мы сделаем. Вроде было договорено с парламентом, что они пропустят. Сегодня в комитете нам сообщили, что фракции, раньше были скептические замечания со стороны Народного фронта, премьерские фракции, сегодня уже президентская фракция уже не поддерживает этот законопроект. Поэтому мне все равно, какой они фракции. Я по результатам сижу. Я сижу, вот конкретно этот законопроект закрыл бы многие потоки коррупционные конкретным людям. Очень по этому вопросу волновались внешние бракера, которые там посредникам выступают коррупцией. Допустим, Киевская таможня, там Львовская и так далее. Там, где реально делаются эти деньги. И как их заблокировали? Заблокировали через Раду. Поэтому, конечно, мы имеем сложности по всему политическому спектру, и, к сожалению, там особых преимуществ мало я у кого вижу. У меня вопрос к вам, Михаил. Скажите, пожалуйста, вот известно, что во фракции блок Петра Порошенко у вас есть сторонники, члены антикоррупционной платформы. Вот вы, скажем, будете призывать их к тому, чтобы они вышли из состава коалиции? И когда? Ну, правильно сказал Саша Боровик у вас. Реально политического процесса в парламенте уже нет. Поэтому мне трудно говорить о политическом процессе в парламенте. Когда голосуется то, чтобы признать действие правительства неудовлетворительно 247 человек, и потом ставят комедию и меньше 200 голосуют за то, чтобы поменять, это приговор всему политическому классу реально. И поэтому, когда я слышал сегодня Арсений Петрович сказал, что он сравнил себя с Маргарет Тэтчер. Вот, мол, Маргарет Тэтчер тоже был низкий рейтинг. Я лично знал Маргарет Тэтчер. Я встречался много раз с Маргарет Тэтчером. Я хочу подчеркнуть, что Арсений Петрович ничего общего не имеет с Маргарет Тэтчером. И более того, если Тэтчер поменялся, можно... Хорошо, Михаил, но все-таки какой выход? Вот вы как политик, вот вы политик, все-таки, вы опытный политик. Этот человек не популярен, потому что он возвращает ситуацию обратно. Хорошо. А если вернуться к вопросу все-таки? У вас есть рецепт выхода из кризиса? Я думаю, что когда вы говорите, что вот как из этого выходить и кого верить, я думаю, что сейчас народ должен поверить, как и в решающий момент украинской истории самого себя. Неполитический класс. К сожалению, политический класс приходится контрастировать целого, обанкротился. То, что мы увидели, это не уходит, действительно не влазит ни в какие демократические процедуры, не отражает ни эту волю народа, идет полный разрез, и все рассчитано на то, что стерпится, слюбится, телевидение олигархически поработает, люди просто будут всех ненавидеть, и каким-то образом они отстанут от них, и они дальше будут продолжать то, что они делают. Поэтому в такой ситуации я думаю, что надо мобилизировать сообщественное мнение. 22 числа, с понедельника мы уже выходим регионные, там Черновцах первая встреча, потом Ивано-Франковск. Мы, в принципе, за три недели проедем 20 региональных центров, и мы будем мобилизовать народ в цивилизованных абсолютно законных рамках. я думаю, что есть моменты, всегда были такие моменты. Мобилизовать на что, Михаил? Когда народ должен взять политический процесс на то, чтобы заставить политический класс послушать их, услышать их, поменять политику, поменяться самому, поменять кадры. Старые меха не вливают, виновое вино, нужно ввести новые меха. Старые меха, когда их вливаешь, это взрывается и развивается. Это все безусловно правильно, а если политику не услышит народ? Да, пожалуйста, тут присутствующие господа депутаты. Я думаю, что есть много разных методов. Но мы можем понимать, что вы призываете в том числе людей выходить на улицы? Я думаю, что есть разные методы, каким образом народ может сообщить о своем мнении своей власти придержащей. Михаил, хорошо, если народ решит выйти на улицу, вы готовы возглавить это движение? Я думаю, что народ сам решит, что ему делать, народ сам решит, кого выбрать в лидеры, народ сам решит, когда это сделать. Я думаю, что на самом деле единственное, что, чего точно я знаю, не будет. Не будет никакого статус-кво. Нету статус-кво. Это все воображаемая вещь, то, что давай мы договорились и там где-то там смоделировать, что все хорошо. Все для них нехорошо. Этот между собой, этот договорняк, это надсмехательное, наплевательское отношение к интересам народа. Олигархический переворот, который реально восстановил старый режим. Потому что что произошло? Когда после революции не происходит революционных изменений, происходит реставрация старого режима. Вот оранжевая революция не смогла провести решающих реформ. пришел обратно Янукович. Никто даже представить это себе не мог, но пришел же обратно. Сейчас после второго Майдана не провели решающих изменений и более того многие вещи ухудшились и произошла реставрация олигархического контроля. Но люди, как и в первом случае, так и во втором, а сейчас еще больше, чем в первом, потому что это после, до фоня освободительной войны против российской агрессии, после жертвы на Майдане. Конечно, люди этого не примут. Они глубоко заблуждаются. Никакими деньгами безразличия людей не закупить. Они могут друг друга покупать, они могут себя успокоить, они могут билет купить, по крайней мере, за границей или через террористические компании, с которыми я общался, на Мальдивы, и там навсегда спрятать себя. Но они не купят равнодушие народа. Я как никогда верю в здоровые инстинкты народа. Я уверен, с понедельника мы увидим, мы получим все больше и больше и больше мобилизацию, и эта мобилизация будет принимать разные формы, и она обязательно приведет к победе народа и к возвращению украинской политики на политические рельсы с новыми силами, с новыми ресурсами, с новыми отношениями. Я совершенно уверен, что у нас в этот раз у нас будет уже готовая программа реформ, новый политический класс и очень быстрое движение вперед. Просто надо этот затор убрать, потому что он сопротивляется больше, чем я представлял. Но все равно им придется... Михаил, Михаил, есть у нас... Господа, сейчас давайте с аплодисментами повременим, потому что у нас еще есть технический такой момент, задержка звука на три секунды. Поэтому, когда возникают паузы в выступлении господина Саакашвили, это просто потому, что он слышит нас с опозданием на три секунды. Михаил, здесь у нас есть депутаты, политологи, журналисты. Здесь в зале у некоторых к вам есть вопросы. Вот в некотором смысле ваш предшественник на посту руководителя области Николай Скорик, ныне депутат от оппозиционного блока, хотел что-то или спросить, или сказать. У меня действительно простой вопрос. Добрый вечер, Михаил Николаевич. Вопрос простой. Вы, как глава областной администрации, являетесь государственным чиновником первого ранга. И вашими непосредственными руководителями являются... То есть вы находитесь в структуре, в действующей структуре исполнительной власти, главой местной исполнительной власти в одной из крупнейших областей. Вашими непосредственными начальниками являются действующий премьер и действующий президент. В этой связи у меня вопрос... У меня вопрос. Почему вы не обратитесь напрямую к президенту? Вы прекрасно понимаете, как президент, а бывших президентов не бывает, как президент Грузии, что все на сегодняшний день находится в руках президента. И все то, что происходило в парламенте во вторник, это спектакль, который пытался разыграть именно глава государства. Почему вы не обратитесь к нему с требованием отрегулировать ситуацию, либо не подадите в отставку, потому что я понимаю из вашего выступления, что вы не согласны с такими его действиями? Пожалуйста, Михаил. Ну, во-первых, я думаю, что каждый человек должен ставить вопрос о своей ответственности. Я от своей ответственности не избегаю, но хочу напомнить вам, при большом уважении к вам лично, как к своему предшественнику, действительно здесь, что если бы ваша фракция нажала на кнопку, то бы мы сейчас не ставили, не ставили, были той ситуации, в которой мы оказались. Ваша фракция называется оппозиционная фракция. Я первый раз вижу в какой-нибудь стране, что оппозиционная фракция не отправляет при возможности правительства властного. Михаил Николаевич, если бы мы нажали кнопку, то оставалась бы действующая оппозиция и фактически был бы выпущен пар общественного мнения в отношении того, что Арсений Петрович плохой, давайте из коалиции назначим нового премьер-министра хорошего. И все те люди, которые ответственны за власть, за действия власти, за обнищание населения, за то, что мы не решаем проблему войны и так далее, остались бы в стороне от этого вопроса. А вроде бы в общественном сознании выпустился бы пар, что вот убрали Яценюка, а теперь все остальные хорошие. Вы с этим согласны? Насколько я понимаю из ваших выступлений, вы достаточно четко ставили вопрос, что ни один Яценюк в этом виноват. Нет, я считаю, что тоже и коррупция, и нищета наша, и неэффектность власти имеет конкретные имена и фамилии лица. Не в целом вокруг, а около. Да, лицо неэффектности власти, и имя неэффектности власти, в первую очередь, в том числе и Арсений Яценюк. Да, лицо неэффектной власти, очень много людей в разных видах власти. Они могут быть и президентской администрацией, они могут быть и в любом министерстве. К сожалению, у нас нет министерства какого-нибудь, которое бы конкретно помогало людям. Конкретно решало вопрос всего больше людей. И поэтому, конечно, когда люди от вас и от нас всех требовали, чтобы это правительство отставили, потом бы посмотрели, что произошло. Но уже первое же поползновение, ну вы же видели опрос, мы же все, зачем нам опросы, мы же ездим по улице, мы ходим, мы общаемся, мы же никаких на колбах сидим в себе. Практически все хотели отставить правительство, и главный заказ людей не был выполнен. И это можно мотивировать чем, что угодно. Но сколько бы мы не мотивировали, реально политический класс предал интересы народа. И реально мы знаем, что партии называются по-разному, но это все политические проекты конкретных олигархов. Почти нет в Украине сейчас политические партии, которые бы представляли народ снизу, они все представляют какие-то конкретные интересы. Поэтому такой ситуации. Естественно, я тоже беру на себя ответственность. Естественно, я говорю напрямую, все, что я думаю. Ну у меня давно не было возможности премьер-министру, но президенту точно я говорю, и точно говорю очень многим министрам. Мы пытаемся каждый на своем месте что-то менять. Вот мы пытались менять эту таможню, они меня сегодня заблокировали. Мы сделали центр обслуживания граждан, это был прорыв для нас. Мы там сделали центр, совет экономического развития, который идет наперекор всему тому, что есть наша экономическая политика, и боремся за каждого налогоплазитчика. Боремся, чтобы кровь у него не пили налоговики, боремся за каждую ситуацию с полицией, с прокуратурой и так далее. Вы это все могли видеть? С чего мы достигли? Наверное, не очень многого. Но то, что хотя бы маленькие поддержки были, это я считаю, что если бы все в этом ракурсе двигались, может быть, страна была бы в другой ситуации. Но сейчас мы там-то, где мы и находимся. Поэтому я беру в ближайшие дни отпуск, я еду в регионы, и мне очень хочется помочь Одессе. Но я не могу быть как-либо облет. Поэтому я иду к людям, и мы будем вместе разворачивать эту кампанию. Очень много критики в адресу. Евгений, секундочку. Просто мне показалось, что, возможно, нам нужно дать слово Игорю Жданову, это единственный представитель Кабмина. Очень много критики прозвучало из уст господина Саакашвили. Игорь, вы хотите как-то прокомментировать или, возможно, подискутировать с губернатором Одесской области? Я слышал, что я слышал, действительно, я согласен с оппозиционным блоком, державный службовец, найвищего ранга, занимается просто политиканством, рассказывает нам про какие-то политические проекты. Он просто на работе в Одессе не бывает, а ездит там по регионам, других, и занимается политической работой. То есть вы решили ответить взаимными объявлениями, правильно? Если вы занимаетесь политической работой, то подайте отставку и занимаетесь своим проектом, который вы создаете, политическую партию. До речи, вы несете полную ответственность за коррупцию, которая есть в вашем регионе. И когда вы встречались с фирмами, одесскими, туристическими фирмами, то это в вашем регионе происходит такое расширение между найбеднейшими и найбогатшими. То спросите сначала себя, почему это происходит, а не спросите у кого-то. Поэтому, господин Саакашвили, вы популисты 99 уровня, я вам просто аплодирую. Но знаете, вы тут звинувачивали нас после Померанчевой революции, что нам не удалось сделать, и пришел к владе Янукович. А вы вспомните, а почему к владе пришел ваш наступник? И где вы сейчас находите? В какой стране? И что вы делаете? Пожалуйста, Михаил, это был министр Жданов, министр молодежи и спорта Украины. Я думаю, что фамилию этого министра люди только узнали, когда он не подал в отставку. Никто не знает, что это такое. Но он действительно выражает это без любви. Я думаю, что фамилию этого министра знали на Майдане. В отличие от вас, появились вы с несколькими спичами и ушли оттуда. Так что не надо рассказывать, кто кого узнал. Я стоял, дайте мне закончить. Дайте мне закончить. Пожалуйста. Дайте мне закончить. Что касается популизма. Вы представляете правительство, которое превратило Украину за два года в самую бедную страну Европы официально. Я представлял правительство, при котором бюджет, то есть ВВП моей страны выросло три раза за годы моего управления. Вы представляете правительство, которое загнало Украину на 163 место по свободе бизнеса. Я представляю правительство, возглавлял, которое вывело Грузию с 137 место на 8. Вы представляете правительство, которое не построило в моей области, например, даже 10 километров дорог. Я построил маленький Грузии, несколько тысяч километров я отремонтировал. Вы представляете правительство, при котором здравоохранение практически разрушено и самое дорогое лекарство. Я в Грузии подстроил 150 новых больниц. Вы представляете правительство, при котором коррупции 80% бизнесов говорят, что они имеют дело с коррупцией. Я бы сделал правительство и страну, где меньше 1% людей по вопросам имели дело с коррупцией. Поэтому, действительно, в условиях демократии люди сменяют правительство. Но то, что мы сделали, дай бог моей Украине, сделать десятой частью этого хотя бы за следующего года, я себя буду считать самым счастливым человеком мира. То, о чем я говорю, очень хорошо задекомментировано. И потом про Одессу. Почему все спорят про Одессу? Почему никто не говорит про Днепропетровск? Потому что это единственное место, где мы разрушили коррупционный вертикаль. Где реально руководство прокуратуры, полиции, областной администрации не берут взяток. Где реально на таможне, при всем том, что мы, увы, ваше правительство забрало у нас энергетическую таможню. Мы сами отказались от площадок. Всего растормаживаем только груз Евросоюза. Мы перевыполняем план. То есть показываем, что можно делать при 20% объемах. Мы перевыполняем тот план, который завышенный. 20% объемах. Что можно сделать, если не красть в масштабах Северной Украины? У нас Центр обслуживания граждан, самый быстрый сервис. Это ваше правительство. Увидев, что мы действительно сделали самые быстрые сервисы, начинает их забирать. Они забрали выдачу паспортов. Они сейчас не передают там, что они обещали. Это ваше правительство. Сейчас блокирует вместе, к сожалению, с президентской фракцией, быструю таможню электронную. Потому что вы прекрасно знаете, как только будет электронная таможня, ваши потоки, которые каждый из вас получает через конверты в кабинетах. И мы все это знаем. Не держите нас до дураков. Я действительно, вы, госслужащий, я отвечаю за свои слова. Я прекрасно знаю, какая коррупция идет. В каждом кабинете не может страна, которая намного богаче потенциал, чем Грузия. При мне Грузия. В Грузии, значит, мы сократили налоги на 60%. Бюджет страны вырос в 11 раз. Почему Украина сокращается все время? Почему доходы сокращаются все время? Потому что это перетекает куда-то. И это перетекает к вам. Поэтому я сделаю то, что сделаю. Не вам не указывать. Я в стране Украины, потому что я участник, кстати, двух Майданов. Я знаю, что в Украине решается и судьба Украины, и судьба моей родной Грузии, и судьба Молдовы, и судьба всех остальных. Поэтому я не буду, напрасно вы хотите, что вы уезжаете, я там оставлю нас в покое. Нет, эту страну я вам не оставлю. Эту идею в Великой Украине. Еще очень много шалашин. Грузия, пожалуйста, без аплодисментов у нас мало. Мы вам напомним, мы вам напомним, мы вам напомним. В результате двух Майданов вы предали идею, вы ничего не выучили и ничего не поняли. Так же, как в свое время сказали про Бурбонов, они ничего не забыли. Вы ничего не забыли. И вы ничего не выучили за два Майдана. Вы не выучили, что нельзя игнорировать свободу. Вам все время кажется, что он дурной, что он не поймет, что он опять все стерпит. Ничего подобного. Два раза вам объяснили, третий раз вам объяснят. Третий раз вам объяснят уже бесповоротно. И тогда все сменится. Я совершенно в этом умею. У кого еще есть вопросы? И где-то увидите ближайшие месяцы. Можно я прокомментирую одну речь? И тогда мы уже встретимся. И вы будете говорить, если вы будете еще в этой стране со всеми. Игорь, мало времени. Давайте прокомментируйте, но не превращайте это в перепалку, пожалуйста. Когда я был на Майдане. Поэтому не нужно эти вещи говорить. Это первое. А теперь до сутевых вещей. Тут было рассказано, что уряд не побудовал в Одессе области ни одной километра дороги. Это так, это правда. Сам пан Саакашвили запропоновал этот эксперимент, когда половина надходов по запланирую от таможни идет на строительство дороги. Чему-то в Львовской области это становится 170 миллионов. И они побудовали там дороги. А в Одессе области не побудуются. Поэтому я не хочу слушать этот популізм. Про что мы не научили два Майдана? Про что вы дальше говорите? Пан Саакашвили, вы занимаетесь конкретными вещами. Боритесь с коррупцией в Одессе области. Будите дороги, строительства. Займайтеся субсидиями для граждан. Займайтеся социальной политикой. А не выходьте до того шоу и не учите меня, как бы не жить в моей стране. Шановные коллеги, дозвольте, я нас поверну все-таки до конструктивы. Пане Михайле, что до законопроекта. Никто вам не дал право за то, что вы стояли за Майданом грабить страну. Я видел много грабителей и на той стороне, и с людьми, которые стояли на Майдане, и потом выяснили, что это почему-то дает им право. Меня звинувачат коррупции. Извините. Если хотите, я вам расскажу про дорогу. Я отримаю гроши в конвертах, как он сказал. Хотите конкретно? Значит, идите до НАБУ, до Генеральной прокуратуры, если у вас есть факты, и говорите, что Жданов, министр Жданов, отримал такие-то субы. Хватит этих представных звинувачений. Понимаете, пане Михайло? Хватит. Есть дела, есть факты. Идите в правоохранные органы. Я готовый прийти на будь-якие допыти, и сказать, что я чистый перед законом и перед моей Краиной, которую я защищал на Майдане и в АТО. Все. Пожалуйста. Шановные коллеги, все ж таки хотела бы до конструктива. Пане Михайло, передбачалось, что я выступлю одним, ну, мабуть, первым автором законопроекту, про который вы говорите. Но почему, от власне, я сегодня утрималась от его подписания и регистрации? Один из пунктов данного законопроекта передбачается, что на протяжении года все вантажи, которые находятся на территорию Одесской области, должны разметиться исключительно в Одессе. Во-первых, это соперечит Киотские конвенции про гармонизацию митных процедур. Но я была готова закрити очи на тимчасовое порушение международных обязанностей Украины, для того, чтобы все ж таки забезпечить розмитнение тех вантажей, которые заходят в Одессу, а едут размитниваться в Киевскую область, потому что тут сидят минимизаторы и модные фирмы, и позволяют им по заниженных тарифах размитниваться. Я готова была на это закрити очи. Но я не идеализую и то, что у вас происходит на Одессе. Потому что, например, минулого тижня до меня в рабочем порядке надошла скарга. Все импортеры знают мой телефон, мою электронную почту. Дуже часто мне оперативно надают, как члену податкового и митного комитета, информацию. Петяна, вы меня извините, просто мало времени. Ближе к вопросу. Так вот, власне, люди в первый раз поехали через Одессу. Их больше тижня тримали без огляду, без принятя будь-яких решений, без выпуска товара в вольный обе. Вы говорите, что вы боретесь за каждого платника податков, за каждого субъекта ЗЭД. Но, может быть, это ваше решение саботуется теми коррупционерами, которые остались работать на Одессской митнице. Поэтому, если мы сейчас с вами дойдем сгоди выключить этот пункт законопроекта, я его подпишу и зарееструю в понеделок. Пожалуйста, Михаил, это был вопрос на Татьяну Остриковой из Самопомощи. Ну, если вы мне дадите слово, я могу ответить. Да, пожалуйста, слово у вас. Во-первых, тот законопроект, который мы предлагали вам, этот законопроект основан на том, что мы, на международной системе Асикуда, это система ООН по оценке рисков, и он применяется во многих странах мира, и не надо выдумывать велосипед. Он и есть. Я не думаю, что он противоречит каким-то международным нормам. Грузии я и моя команда, которая, кстати, здесь со мной тоже работает, сделали, согласно данным АФСИ, Всемирного банка, самую быструю и самую эффектную таможню в мире. Я не теоретик какой-то. Я сделал в одной стране, соседней, близкой к Украине, самую эффектную и быструю таможню в мире. Если вы сомневаетесь, подсчитайте дарапорты международных организаций, можете пойти и сами проверить. Это во-первых. Так что, если вы мне дадите возможность делать то же самое здесь, а не выдумывать разные вещи, разные отговорки, я буду очень благодарен. Потому что это делаю я для вашего общего дела, нашего общего дела. Это во-первых. Повторюсь, то, что в Одесской таможне сейчас есть состав и подадим в понедельник. Происходит огромный отток. Огромный отток. Огромный отток коррупционных таможенников на другие таможни. Они просятся на другие таможни. Они пишут заявление. И мы реально, если посмотреть цифры, тут министр приводил какие-то цифры, мы дороги строим, не строим. В отличие от Львовской области, в Одессе забрали, как только Яценюк, после того, как отказался давать деньги на дорогу в Одессу-Рени, сказал, что вот вы переуполняете план и оставите 50%. Через два дня он забрал от нас энергетическую таможню. Конечно, этот министр не будет вам про это говорить. И будет зубы заговаривать. А я говорю, как факт есть. Через два дня после его решения он забрал энергетическую таможню. Это 30% таможенных доходов. Потом, когда у нас есть площадки и какие-то вещи связаны с площадкой, кстати, конкретный случай может быть связан с площадками, это серые грузы, где практически без взяток при теперешней системе, раз там, может, нельзя, и многие согревают на этом руки, мы сказали, в Одессе мы не будем делать площадки, идите на другие таможни, платите свои взятки так. Да, мы знаем, что они будут платить взятки. А что делать? Мы не хотим, чтобы у нас были эти взятки. И реально у нас осталось практически чуть больше 20% грузов. И при 20% грузов у нас было большое перевыполнение в последнем квартале. И у нас сейчас уже тоже появились деньги на работу. Но я слышал, что Министерство финансов, увидев это, навострили зубы, увидев уши, и хотят сейчас менять план для следующего месяца. Михаил, я вас вынужден перебить. Так что вот это факты. Михаил Николаевич. А все остальное это разговор. Вы простите меня, ради Бога, у нас буквально минута остается. Все-таки... Сергей Власов, Михаил Николозович, фракция Батьковщина, мы подпишем без каких-то условий, и в понедельник подадим ваш законопроект. Вы успели подписаться, спасибо. Михаил, я хотел бы, извините, Евгений. Михаил, у нас очень мало времени осталось на связи с вами. Нет, я хотел бы просто вернуться в конце к тому, с чего мы начинали. Если можно кратко. Нужны в стране перевыборы или нет в парламент. И Кабмин на этой неделе выдохнул спокойно. А вот как вы считаете, как долго и насколько спокойно им можно спать? Сколько вы даете этому правительству еще? Два вопроса. Судьба правительства, судьба Верховной Рады. Я думаю, что народ Украины, для народа Украины судьба этого правительства предрешена. А что касается Рады, все будет зависеть от того, как будет Рада в последней, следующей неделе вести себя по отношению к этому правительству. Я думаю, что самое большое достоинство Украины, что народ в решающий момент всегда говорит свое веское слово. Никто никогда не смог его заткнуть. Не получилось у попередников, не получится и у тех, которые сейчас себя чувствуют в безопасности. Потому что они договорились. Они договорились друг с другом. Но народ с ними не договаривался. И народ им объяснит, что к чему и всех поставить на свое место. А если Рада решит законсервировать этот состав Кабмина? Я вам больше расскажу после этого, походу. Нет, скажите все равно, пожалуйста. Если Рада решит законсервировать этот состав Кабмина? Тогда вы думаете, что народ возьмет... Я еще раз говорю, тогда, как обычно, украинский народ, который, я считаю, самым продвинутым в смысле демократического воевали изливления и самоорганизации в мире народом, скажет, как обычно, свое слово. Я же говорю, что они ничему не научились, но народ прекрасный учитель. Они еще раз, еще раз и окончательно их научат всему. И все поставят всех на свои места. Я еще раз говорю, никто никому не дал право за то, что они стояли на Майдане. Никто никому не дал право, а после этого еще больше не дал право. Если ты стоял на Майдане, и ты сейчас в правительстве Яценюка, значит ты предал Майдан, ты предал революцию, ты предал народ. Точка. И поэтому надо все менять. Ставим точку в нашем разговоре. Спасибо, Михаил Николаевич. Спасибо, Михаил Николаевич. Это был живьем в нашем эфире, в прямом эфире из Одессы, губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Возвращаемся в студию. Владислав, хотели что-то прокомментировать? Мне кажется, мы не возвращаемся в студию, а подскажите мне, режиссера, пожалуйста. Мы выходим на небольшую паузу, после которой вернемся обязательно. Владислав, тогда сразу после рекламы. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, переходим к заключительной части нашей программы. Я помню, Владислав, что я обещал дать вам слово, но хотел бы напомнить еще прежде, что у нас еще один вопрос висел на сайте. Покажите, пожалуйста, что у нас по поводу судьбы правительства. Сколько еще будет премьером Яценюк? Вы видите, вот какие варианты? До перевыборов Рады, до массовых протестов, до сентября или считанные дни? А как вы думаете, считанные дни? До перевыборов Рады. До перевыборов Рады. Вечно хочет ответить Андрей Помазаров. Подождите, сначала все-таки Владиславу обещал дать слово, потом Андрей. Пожалуйста, какие на самом деле у нас были результаты? Ну? Цифры в студию, пожалуйста. Вы были правы. Власенко, как всегда, угадывает правильно. Он знает. Вы точно? Он знает. Владислав. На самом деле, мы сейчас много говорим про коалицию, перевыборы, долю Яценюка, будущую. А я хотел бы все-таки нас трохи опустить на землю, потому что мы сейчас находимся в период, когда идут вторые роковины Майдана. А именно в эти дни, два года назад, были, я считаю, дни в истории новой страны. И мне действительно тяжело говорить, потому что я один из активных участников Майдана. И вот, на самом деле, мне очень жаль тебя, Игорь. И я сейчас начну, почему мне тебе жаль. Игорь действительно был, ну, я возьму на себя смелее сказать, одним из топов руха революции гидности, которая происходила на Майдане. Но вот что сейчас происходит. На жаль, ближайшим временем мы можем отрабатывать тот факт, что все события, которые происходили на Майдане, не будут никакой больше расследований. А все по одной простой причине, что Кабинет Министров Украины, на жаль, Игорь, членом которого ты есть, не спромехся. Точнее, у него уже нет времени. До первого березня строить Державное бюро расследования. А согласно закону про Державное бюро расследования, подследность подий на Майдане будет отнесена до Державного бюро расследования. Уже с первого марта. С первого березня, я же скажу. Мы сегодня имеемо 19 лютого и физично не можно уже створить ДБР. Что станется? Генеральная прокуратура Украины 1 березня будет вимушена закрыть эти справы. Что мы будем иметь, это один следователь. А знову ж таки, сгідно закону про ДБР, сам Кабинет Министров Украины должен создать ДБР, что он не есть. Для меня, как для юриста, это подпадает под 367 статей Криминального кодекса, который называется «Службовая недбальность». И я буду делать все, как активный участник подий на Майдане, для того, чтобы люди, которые сделали все, чтобы ДБР не было створено, понесли за это ответственность в память про тех людей, которые погибли на Майдане. Но есть еще и другой следователь. Мы все помнимо про санкции, которые действуют по отношению к Кодле Януковичу и все, что против кого мы боремся. Так вот, не створение ДБР мы ставим под шаленный риск того, что санкции будут сняти в связи с отсутствием следствия. Потому что, на жаль, нашим европейским партнерам мы не будем в змозе надать любые доказы. А что нужно сделать, чтобы все-таки в кратчайшие сроки Федеральное бюро расследование было создано? Есть, на самом деле, только один единственный вариант, который мы можем каким-то образом это отрегулировать. Это, если Верховная Рада сберется на позачерговое заседание и в какой-то способ внесет изменения к закону про ДБР и оттерминует створение ДБР. То есть, таким образом, Генпрокуратура будет иметь право вести расследование данных? Но, 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 но... То есть, фактически, осталось несколько месяцев для того, чтобы... 15-го года, я обещаю, 14-го года, он был проголосованный, а 15-го года было. То есть, целый год был для того, чтобы создать НБР. Все были заняты республики, не забывайте. Но тут немного так, но не так. Да, Кабинет Министров только из-за этого нужно отправить отставку, потому что это фактический саботаж, потому что все дела, стосовно Майдану, Януковича, бывших его соратников, все, что расследуется, на сегодняшний день, с 1-го березня, зупиниться. Если бы даже Верховная Рада продлила бы там до 1-го вересня цей законопроект, передавать немае кому. Это голый закон, который под собой ничего не имеет. Вы скажите, директора сегодня национального бюро расследования? Немае. Хоть один слідчий, есть национального бюро расследования? Немае. Я хочу сделать, чтобы следствие управления Генеральной прокуратуры в полном составе перейшло в национальный, без конкурсов, без всяких подстав. Они хотят взять все следственные органы в Генеральную прокуратуру и отправить его с теми, именно следствиями, которые, извиняюсь, обделывались. За 2-го года не смогли довести эту справу до конца. И мы говорим про то, что мы не отправляем этот уряд в отставку, который не дав ничего, ничего не сделал, чтобы эта справа доведена до конца. Мы за первый год должны были его завершить. Уже второй год Майдана закончится, мы не завершим. Так вот, я не знаю, чи до третьего року, роковин Майдану, чи дотягне не только Генеральная прокуратура, премьер-мінистр, Кабинет Министерства, Верховная Рада. Я в этом не впевнений. Даже верю в то, что этого не будет. Потому что действительно народ скажет, что, ребята, мы вам давали 2005 год, вы нашу довіру втратили, мы дали вам рік после Майдана, вы довіру втратили. Другий год мы еще больше довіру втратили, не отправляем еще в отставку этот уряд. Так еще вам нужно рік дать. Но вопрос в том, что, на жаль, что коалиция, яка Верховная Рада в Ихорной Раде, я контролюючим органом, який дав повноважение цьому уряду это сделать. Что сделала коалиция для того, чтобы год был для создания этого бюро? Что вы сделали для того, чтобы оно было создано? Почему вы сейчас кричите, когда осталось сегодня 16 или 18 число, а до 1 березня осталось сколько-то дней? Почему вы сейчас вилуете? Почему? Півроку, рік-то, мы не сказали, что давайте створювать, давайте передавайте справы, давайте конкурсы робите. Я вважаю, что это специальный саботаж, что специально это делать, вся влада виновата. Сергей, меседж принялся, я закинчусь. Чтобы эти справы не были расследованы, чтобы все потекали за кордон, чтобы вы не было никого виновных, и вы думаете, что вы пройдете за это? Сейчас на уряд вся вина, да ничего подобного. Сейчас вина и на владе полностью, и на коалиции, и в Верховной Раде в том числе. Что вы ничего не сделали, а сейчас волаете. Владислав, я закинчу свою сентенцию, если можно, а потом ответим на комментарий Сергея. Я действительно вважаю так, как и Сергей, что только за это уряд должен пойти в отставку, потому что этот уряд – это уряд постмайданевский. Это уряд, который пришел после буревных событий на Майдане. Но вы говорите, что сделано Верховной Радой? Нам, а, было принято давным-давно закон. Б. Мы всегда сказали, и все обратились неодноразово до премьер-міністра, на якому фактически несет ответственность за имплементацию этого закону. Верховная Рада не имплементует законы. Верховная Рада принимает законы. Виконавча влада у нас – это кабинет министров Украины. А где же контроль за свою виконавчу владу Верховной Радой? Коалиции? Ось, я вот скажу, что. Тому, Игорь, мне тебе действительно шкода, как действительно человек, который действительно делал что-то на Майдане, один из тех, кто честно это делал, что ты член этого уряда. Пожалуйста. Я вам благодарен за такое вопрос. Я обещал сначала слово господину Уазанову, простите. Добрый дякую. Вы знаете, я все это слушаю. Перевиборы, отставка Яценюка, Кабмин поганый, все не происходит, это ответственность на Кабмине. Я хочу повернутися до вашей социологии, до якого строку просидеть в крислі премьера Арсений Яценюк. Всі відповіли, більшість, что до перебивания. Да, почекайте, почекайте. А мы снова начинаем говорить про какогось Яценюка. Мы две годы говорим про Яценюка, когда два года назад люди гинули на Майдане. Тому я продолжу. И сейчас, когда все наши эксперты в студии, кто-то говорит, что Яценюк держится за крисло. А кто-то из экспертов очень хорошо сказал, что кто запропонировал Яценюку или нашей стране. А что будет дальше? А какой склад Кабмингу министров? А кто будет премьер-министром? И вы знаете, почему, власне, сколько переговоров было, почему Арсений Петрович не подает особистую отставку. Потому что нема на кого залишить эту страну. Андрей, мы начали обсуждать. Подождите, что мы урятки. А знаете, что? А вы перестаньте ржати, будь ласка, потому что вы не понимаете, кто вообще здесь. Вы, конечно, чиновники, сидите тут и не имеется права в нашей стране что-то платить. Подождите, самое главное, его хотя бы не силы там держат. Нет, Андрей. А единственная цель, единственная цель, с которой было намагание отправить уряд в отставку, это чтобы пограться, сделать приставку уряду, его в заложниках не силы держат, нет? Андрей, с ним физически все в порядке, его не силы держат, нет? Но люди говорят на моем окрузе, что не допустить, чтобы этот уряд был до последнего украинца. Потому что послушайте, что говорит представитель Народного фронта, что этот уряд будет до того, пока действительно в Украине остается один единственный украинец. Диев, два, 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 три, а не цель, а троечный украинец. Вы, партнеры, покажите, я не могу. Идер, просто сюр. Пожалуйста, Сергей. Главные партнеры, вы столбиками, что вы так друг друга не ведете. Классичная ситуация 2005-го року. Тому я не хочу давать паси вот этому, шановному пану. Я ответил на это вопрос. Первое. Он сейчас вас поддерживает. Я не знаю, кого он поддерживает. Это в вашей хибной уяве он поддерживает. Не перебивайте, пожалуйста. Не перебивайте. Саша, говорите только микрофон. Игорь, я, как и тысячи моих побратимов на Майдане, хочу знать результаты. Кто стрелял? Почему это люди загибли? Так тысячи побратимов на Майдане вас в принципе и делегируют в Майдан, чтобы на сегодняшний день там появилось национальное бюро. Если завтра бухгалтеры всей страны попросят Минфин или Минэкономики сделать слушание, это все равно не назовет виновным. Где бюро? Простите, пожалуйста, Игорь. Вы знаете, вот в отличие от здесь присутствующих, нам с господином Лехманом зарплату платят за то, чтобы мы вас перебивали. Да, добре. Прекрасно. А я думал, за то, чтобы Украина послухала нормальные ответы. И там заслухала их. И там была поднята эта проблема. Я, на жаль, в силу своих профессиональных обовязков, на жаль, не знал про эту проблему, про которую вы говорили. Ну, это минус мне. Но, занимаясь своими профессиональными обовязками в Министерстве молодежи и спорта, на жаль, опустил это. Я обязан, на ближчем заседании уряда, которое происходит, я думаю, в понедельник, поставить эту проблему. Но, следственник главного следственного управления, с расследованием особо важных вещей, что я так называю, да, да, он поставил и говорил, что они обратились и до администрации президента, они обратились до Верховной Рады и с этой проблемой. На жаль, она застопорилась. Игорь, согласно закону, ДБР створяет кабинет министра Украины. Не Минмолодцпорт, не Министерство экономики, кабинет министров Украины. Игорь, понимаете, беда не в том, что вы упустили, вы могли быть заняты. Беда в том, что, наверное, вы упустили, потому что на общем заседании Кабмина этот вопрос, наверное, ни разу не поднимался тогда. Потому что у нас Кабмин и Арсеній Петрович Яценюк занимаются только одним. Знайти шляхи збережения властной посады. Его не цікавят подии на Майдане. Его не цікавят расследования. Все стосуется только для того, чтобы залишиться на посадах. Для меня это не дивная ситуация, что так стало. Дайте план действий, что дальше делать? Какая команда прийти, с какими реформами? И под какие бюджеты я уже там пяти раз пытаюсь дать ему слово. Вы едьте в Одессу! Вы едьте в Одессу! И, будь ласка, там смейтеся, будьте дороги, помогайте пану реформатору делать. А не ходите по эфирам, а не перевозьте тут людей. Вы эксперты, вы меня сюда не запросили. И вы, люби меня, будете меня послать в Одессу или еще здесь. Я вильная людина, и где захочу, там поеду. Розумієте? И хочу, буду смеяться, потому что вы мне очень смешны. Какие-то вы там зомби-пятая зелья, или что же, вы будете такими сторонами штампами, как ваш господин. Дать возможность Сергею А что делает БПП, Сергей? А Народный фронт никому не давал ничего сказать. Вот звучало питание... Евген Алексеевич Порошенко, Уламки партії регионов и они. Если бы эта коалиция будет сохранена, то будет происходить то, что сказал пан Саакашвили. Люди выйдут на улицу. Поэтому, на самом деле, как бы нам этого, чи хотелось бы, чи не хотелось бы, у нас остается единственный, демократичный, нормальный способ про связание цієї ситуации. Люди не сприймуть того, что Арсеній Яценюк в тій ипостасі чи в іншій ипостасі будет продолжать делать с краяной то, что он делал два года. Люди зневерились, люди не видят реформ, они не ждут реформ от этого уряда, они просят его единое, пойти сам и дай краяне развиваться. Если ты не можешь пойти сам, то хай парламент иди на выборы. Но в этом вопросе ответственность тотально президента, потому что будь-якое решение про достроковые выборы это решение президента за украинскую конституцию. Сейчас много кто говорит, что выборы не можно проводить, потому что будет хаос. На жаль, больше хаоса, чем есть сейчас, уже не может быть. Это раз. По-друге, нам говорят, иди в война, поэтому не можно проводить выборы. Вы знаете, мы проводили выборы р год назад в розпал открытої фази конфликту и те самі хлопцы для того, чтобы попасть в парламент. Розказали, что выборы необходимо провести. Сейчас нет гострої фази конфликту. Сейчас есть гостра фаза политического конфликта в середине парламента. Я еще раз хочу, чтобы мы нашли возможность без выборов, без улицы сменить ту ганебную политику, которую проводит этот уряд. Но я не вижу возможностей. Не вижу. Они не дают говорить, так же на заседаниях коалиции. Они не дают висловлювать свою позицию. Они, на жаль, не слушают никого. И они уверены в том, что они делают, это правильно. Ось в чём проблема. Еще раз подкреслю. 247 народных депутатов сказали Яценюку «Ваша политика неправильна, вам двойка». Встає Арсеній Петрович і каже «Моя политика найкращая». Оце манера, оце спосіб, який абсолютно неприпустимий, його треба меняти. Зможуть здорові сили в цьому парламенті консолідуватися і знайти 226 для підтримки уряду? Теоретично можливо так, але практично це нереально. Тому единий шлях або, як каже Михаил Ніколозович, вулиця, яка буде впливати, або демократичний шлях перевибору. Іншого, на жаль, нема. Пожалуйста. Татьяна. Хлопці, з двох фракцій, найбільших фракцій коаліції, БПП і Народний фронт, ось я зараз спостерігала за тим, як ви сварилися, і це неможливо, щоби представники двох єдиних, як ви правильно зауважили фракції коаліції, з'ясовували таким чином стосунки, і хто винуватий, і що робити. Тому, ну, я вважаю, що в цій державі уряду немає, він нелегітимний і недієздатний, бо не користується підтримкою в парламенті, і тільки що ваша сварка і в суспільстві довірую. Підтримкою в парламенті і довірую в суспільстві. Тільки що ваша сварка підтвердила той факт, що жодні рішення цього уряду коаліцією прийматися не можуть. Це раз. По-друге, самопоміщ прийняла рішення, ви знаєте, цього тижня вийти з коаліції. Окрім того, для того, щоб створити якийсь подальший план дій, ми ініціюємо створення парламентської і регіональної платформи «Парламентська Україна». Закликаємо всіх здравомислячих депутатів вийти із своїх фракцій блоку Петра Порошенка «Народний фронт». І на базі цієї платформи продовжувати дії по інституційній розбудові держави. Тільки що так, як ви сварилися, я просто бачу, що ви кандидат номер один на те, щоб примкнути до цієї платформи. Сьогодні в парламенті ми бачили цю платформу в дії, тому що ці антикорупційні депутати Мустафа, Олещенко і так далі, вони більшу частину часу проводять в тій частині зали, де садить самопоміч. Тому майте мужність, так як зробив Мусій, вийшов з фракції, не поділяючи цінності фракції блоку Петра Порошенка, написав заяву не тільки на вихід з фракції, а на вихід з коаліції. Напишіть таку заяву і тоді матимете право на повній, так би мовити, на законних правах з'ясовувати стосунки і на ефірах. Ми знову починаємо обговорювати дійсно це надважливе питання доля коаліції. Якщо б я керувався в житті якимись там особистими бажаннями або там перспективами, я б без сумніву став би на вашу пропозицію і погодився. Але все ж таки я вважаю, що з точки зору державницьких позицій цей парламент не вичерпав себе і я переконаний, що ми є, як ви кажете, є нормальні депутати, які можуть далі в рамках демократичних фракцій, бо я не можу собі дозволити і я собі не являю бути членом коаліції іншої, ніж була до того, з жодної іншої фракції і тим паче з тими групами. Тому я глибоко переконаний, що, наприклад, і я думаю, що ви зі мною погодитесь, як представник самопогоджі, і Сергій, як представник Батьківщини, що насправді проблема не в нас, навіть в БПП, а проблема в Народному фронті. Бо якщо вони займуть державницьку позицію і будуть думати не про інтереси Арсенія Петровича як особистості і як зберегти йому крісла, а для того, щоб дійсно розвивати державу, бо я собі, наприклад, не уявляю, от Саша достатньо довго жив за кордоном, а може підтвердити напевно мої слова. Скажіть мені, будь ласка, коли уряд за кордоном визнається роботу або діяльність уряду незадовільна, що виходить? Уряд йде в відставку. Ну, банально, ми наймали цей уряд, ми, як роботодавці, поставили уряду двійку, ми маємо його звільнити. Але, на жаль, фракція Народного фронту Ви вмудрились поставити двійку і, як в школі, відправити на другий год. Ну, це, на жаль, це, на жаль, все, що произошло. Перевести в третій клас. А, ну да, в даному случае перевести в третій клас. Але, на жаль, фракція Народного фронту займає не державницьку позицію, бо особистості інтереси однієї єдиної людини, але при цьому вислимі в коаліції, при цьому можливості парламента ще не витерпані. Ми все помнили. Спасибо. Александр Мартыненко. Про державницьку позицію. Все-таки, Александр, вопрос. Якщо ви кажете, що це не державницька, державницька позиція, я вам гарантую, якщо в парламенті з'явиться конкретні прізвища... Андрей, ми вже услышали, у нас прем'єр на заклане. Он заложник. Ми це помнили. Спасибо. Не люди, не декутатом. Александр Мартыненко, такий мікс внутрішній, пожалуй, Александр, вопрос. Все-таки, вот ви, умудренний политическим опытом человек, наблюдали многие дискуссії в разных студиях, многие политические кризиси. Все-таки, ваш прогноз, чем все це закончиться? Ну, знаєте, по-перше, я думаю, що не треба забувати, я про це вже казав раніше, що вся наша політика внутрішня, поскільки Україна не є самодостатньою на сьогоднішній день, це такий мікс внутрішніх і зовнішніх факторів. Про це не треба забувати. Я розумію, що зараз хтось з політики може казати, та ні, ми самі приймаємо рішення, у нас народ, ми підзвітні народу, не треба забувати слова, згаданої сьогодні Кристін Лагард, яка сказала два тижні чи три тижні тому, що український уряд підзвітний не тільки перед українським народом, але й під світовим співтовариством, міжнародним співтовариством, дослівно. І так вона є. І тому ми сьогодні, вся ця історія з урядом, вона і є свідченням цього дуалізму, підзвітністю перед народом і перед міжнародним співтовариством, яке, власне, підтримує Україну і без підтримки якої на сьогодні Україна, скажімо так, існувати в такому стані не зможе. Тому це треба враховувати обов'язково. Це перше. А друге, що насправді буде, я, чесно кажучи, не вірю в вибори найближчими місяцями. Я вірю в них восени, до речі. Тому що, я думаю, що в такому стані, звичайно, коаліція існувати не може, навіть, якщо набереться там 226 голосів, звичайно, це вже не ніяка не коаліція. Єдине, що, знаєте, що мене засмучує, от за тими рейтингами, за цими цифрами, які так приблизно зараз є, у нас знову не буде переможця на виборах. Одного. І двох не буде, і трьох не буде. А їх буде шість чи сім. Ну, до осіння ще багато води може притягти. Шість чи сім. Ну, принаймні, не менше, ніж зараз. І, знаєте, от ми завжди боролися з авторитаризмом, і це правильно, тому що, коли створилась там ефективна влада, як раніше казали, вертикаль і так далі, вона закінчувалась, насправді, чимось на кшталт диктатури. Це не була диктатура в чесному вигляді, тому що вони навіть диктатури не могли збудувати. Але з чимось на кшталт її. Так от, я дуже боюсь, що при наявності отакого кількості гравців потрібна про те, що сьогодні казали, насправді, досить висока політична культура. Це не просто побажання, це необхідність. При наявності п'яти, шести частин влади у кожної частини потрібна висока культура, вміння слухати, один одного, і вміння дійсно поступатися своїми інтересами всіх. Тому що в нас вважається, що поступатися інтересами мають всі інші, але не я. Спасибо, Олександр. Вадим Карасьов. Буквально три слова. Репліка. Ну, от, начну з того, що говорив Олександр. Значит, демократія, як сказав один філософ, це самообучаюча система. Тому серія виборів, вона обучає людей. Ізбирати чи избирати, лучших, а не худших. Политиків договариватися. Так, формувати коаліцію, якщо в нас багато игроків. Тепер, що буде у нас? Значить, ситуація відбувана, кризис відбуван, він буде тлеюще. Вот конфлік заморожений, а це кризис заморожений буде. Ситуацію спробуються законсервувати. Коаліція де юри буде, де-факто її не буде, як і не було до цього. Более того, це правительство буде, правительство меншинства. Будуть собирають большинство ситуативне, діфузне. По одному закону буде брати голоса там у цих, по другим законам у оппозиційного блока, і такі маніври буде. Долго ковылять ця дохлая лошадь, під названням, так сказати, временний кабінет министра, він фактически буде временним, довго не буде. Тому к осені будьте готові к выборам. Вибори неизбежны. Вадим, ви говорите об цьому, ви все-таки говорите о политіки в чистому виді, забуває о народі і його настроенні. Я хочу всем напомнить то, що в прошлом часі говорил на Михайл Саакашвили, що народ може дуже швидко все змінити. І дадуть ли довго ковылять цей лошади, як ви говорите. Давайте спросимо у Тараса Костанчука, це глава объєднення участників АТО «Справедливість». Тарас, як ви думаєте, настроєння і обсяця в цілому, і в частності людей на фронті, дають можливість всім участникам політичного процесу на сьогоднішній день чувствувати себе спокійно. І дозволяють ли їм робити все те, що вони хочуть. А я не буду сидіти, я встану, щоб от оці люди мене побачили. Я вас розчарую. От мене, я людина з вищою юридичною освітою, з медичною освітою, щоб хтось не подумав, що я там люмпін, який вміє тільки воювати. Перше поранення я отримав 19 лютого на Майдані, на Інститутській. Друге поранення я отримав в Виловайську, коли прикривав відхід своїх бійців з центру, щоб було зрозуміло. Ніхто вас терпіти не буде, Держиморди. Не буде. Не сподівайтесь. Якщо ви доживете до осені, це тільки завдяки нам, що можливо такі люди, як я, які стримують людей, які стоять за мною. А я вам ще розкажу, через місяць буде дембіль. Вже починайте бійтись. Прийдуть ще люди, які не хочуть вас не терпіти, не бачити. Ні коаліції, ні меншості, ні більшості, ні Яценюка з цим всім урядом. Ми вас привели до влади. Повикидаємо, як паршивий споттайня. Тарас, а ваше наблюдення? Ребята з Востоку, а не ви, а не... Вийдя на дембіль, буде для них довго, ли вони будуть колебатися, виходити на Новий Майдан, а не буде. Вони спитають у мене, і спитають у інших бойових командирів. Що робимо? От що вони будуть робити. Завтра ми вийдемо на Майдан, у нас буде абсолютно мирна акція. Це буде... Будуть ветерани батальйонів АТО, ветерани АТО, ми збираємо їх з усієї України, буде абсолютно мирна акція. Але ми просто покажемо, що ми можемо об'єднатися, для того, щоб ви починали думати не про себе, а про людей. Ніхто не думає про ветеранів. Ніхто в уряді не думає про ветеранів. Не треба нам бойки розповідати. У мене 100 бойців, які тільки у мене кожен день в організації. Приблизительно скільки людей ви організовуєте на ближайші дні на акції? Ми сподіваємося, що більше не приїде. Але вже заявили бажання батальйону приїхати дуже багато. Я не знаю, скільки буде. Ми сподіваємося, що тільки буде пару тисяч, тому що тоді ми їх будемо контролювати. Але повірте мені, що я точно знаю по своїх бійцях, по ветеранах батальйону. Землю не отримав жоден. Ніякої соціальної адаптації не отримав жоден. Ніякої допомоги не отримав жоден. А в мене бійці не тільки з центральної і західної України, а й з Донецька, з Луганська, з сім'ями. Вони ще й біженці. Не розповідаєте байки, що ви щось робите. Той, хто хоче робити, в першу чергу думає про кого? Про армію, яка захистила і захищає. Той, хто не думає про ветеранів, про армію, значить не думає ні про Україну, ні про майбутнє. Ви всім остогідли. Це я звертаюся і до урядовців, і до парламентарів. Слухати, як ви собачитесь між собою, я кращий, ні, я кращий, а я ще кращий, а я ще кращий. Та ви всі нікуди не годні. Раз ви не можете, ми ще вам. Якби я на війні. Ви зараз граєте в футбол. Одна команда – це Верховна Рада, друга команда – це уряд. А ми, ті, хто дивимось, ви граєте на чужому полі в своїй країні. І ви дочекаєте, що ми, надочекавшись кінця матчу, ви біжемо на поле, і будете ви як щури бігти в різні сторони. Все, що я хотів сказати. Дякую. Дякую вам. Евгений, якщо ви не проти, я хотів би дати слово ще Питеру Залмаєву, він давно вже сидит у нас. Я хотів би продовжити. Просто наблюдає. Спасибо. Місля о банкротстві нынешнього руховодства в країні. Я должен сказати, що, звісно ж, со сторони Запада. Все-таки президент Порошенко є достатньо ефективним і приємним представителем, лицом украинського держава. Це людина, який може эффективно виступити в захисту інтересів України, може прошибити на слезу, як це я, в чому я убедився в його виступлении в Мистецькому арсеналі в іюні 2014 року, во время його пламенно-емоціональної інаугураційної речі, коли, повернувшись назад, і в толпі, в якій були три поколення українських политиків, МОМОН, то есть вся елита, я бігал половину этих глаз мокрыми от слез. Колес, коли також убедився в цьому, коли стоя аплодировали ему студенти Колумбийського университету в сентябрі 2014 року. Знаєте, дійсто, один із найбільш ефективних президентів на Западі за історію ісучитування независимої України. Тим не мене, цей кредит доверия, який був настільки висок, коли прийшов до власи Петру Порошенко, на глазах тає. І кредит доверия його, кредит доверия руководству країни. І коли він сказав в своїй речі, в бістерському реценалі, що українцем стало бути модним. України це звучить годно. Полтора року спустя ми повинні задати той же вопрос. А остається бути модним українцем? І що для цього зробив, господин президент? Я думаю, очевидним для всіх став факт, що нічого, ні президент, ні руководство країни не зробив для того, щоб це було дійсно так. Доверие не оправдано народу, не оправдывається доверие, передається кровь сотен мучених Майдана, тисяч жертв войны на Востокі, западних друзей України. І в цих условіях я хочу обратитися к господину президенту, як американець українського происхождения, який живет за океаном телом, але душа і серце якого остаються тут, в Україні. Я хочу обратитися к вам, господин президент, і призвати вас, щоб ви розвислились над мелкомасштабними інтересами межкланової політики, щоб ви поставили інтереси государства над інтересами своєї семьи, своєго бізнесу, своїх сослуживців. Я призываю вас це зробити незамедлительно, тому що я уверен, що ви знаєте, що потрібно зробити, як потрібно зробити, і я знаю, що ви знаєте, що це потрібно зробити. Тому, дайте ж, на конец, це, іначе гейм буде over. Спасибо, Питер. Спасибо. Господа, віремя наше підходить к концу, але мені кажучи, що сьогодні програму треба закінчити минутою молчання пам'ять о людях, які погибли год назад на Майдане. Два року. Дякую. На це все. Встретимся в цій студії через неделю. Да, приходите, спасибо.